Наши коллеги, эти площадки, которые надо делать, я тоже хотел сегодня рассказать о тех планах, которые мы будем обсуждать в дальнейшем с депутатами. И я думаю, что вам будет интересно тоже их увидеть. Здравствуйте. Первыми нашими программами, которые мы будем обсуждать, мы направим в комиссию по недоустройству, и дальше уже будем с ними работать, вносить на муниципальное собрание утверждений. Мы, безусловно, всех будем оповещать о ходе нашей работы, для того, чтобы вы могли, в том числе, те дома, которые войдут в программу 2019 года, поучаствовать в ней. Может быть, что-то высказать в свое мнение, может быть, дать замечания. Поэтому, в связи с вами, все совершенно прозрачно, публично, и с вами вместе мы эту программу, которые ориентированы на потребителя, на жителя, на тех, кто будет потом в своей площадке. Вот такой я предлагаю регламент. И сначала предлагаю все-таки рассмотреть вопросы о досуговой и социальной воспитательной работе. В зимний период у нас два докладчика. Это Монахов Дубитриевич, директор НБУ Гагаринец, и Кучинев Андрей Анатольевич, заместитель директора НБУ. Мы вспомним, что государственная полномочия по досуговой работе с населением по месту жительства в Гагаринском районе передан муниципалитет, и они полностью отвечают за нее, соответственно, под нашим контролем, с нашим участием. Поэтому, Дмитрий Львович, прошу, мы с вами всегда договаривались, что независимо от тем, которые у нас рассматриваются, мы отвечаем на любые вопросы, касающиеся Гагаринского района, города Москвы, если мы можем ответить на это, на личные вопросы, если они будут. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, есть какое-то усилительное устройство? Здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, что у нас в радиорубке все готово, точно так же, как Москва и Гагаринский район готовы к зиме. Мы хотели бы трехминутно показать ролик, в нем будет квинтесценция того, что будет проходить у нас. Дальше я поясню буквально очень коротко, какие планы, чем мы хотим занимать жителей в досуговом, и, как сказал Евгений Евгеньевич, в социальном смысле. Этой зимой. Пожалуйста, Надежда Сергеевна, Ваш вызов. Ну, в общем, такая заставка и пауза прямо как по Константину Сергеевичу Станиславскому. Только бы эта пауза не затянулась дольше его предложений. Будет что-то, наверное, еще, да, потому что это достаточно содержательная картинка, но мы хотели бы немножко ее расшифровать. То есть, в принципе, ну, если не будет, я тогда начну. Друзья мои, она, наверное, появится. Здравствуйте, Владимир Романович, приветствую вас. Дорогие друзья, у нас наступает самое темное время, самый темный месяц до 22 декабря. Но это абсолютно нас не приводит к унынию, а те, кто занимаются досуговой деятельностью, связанной с досуговым учреждением «Гагаринец», И здесь мы, так сказать, должны с бодростью вспоминать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, когда он говорит «Суровой зимой я более доволен, Люблю ее снега в присутствии луны, И когда бег смелый, быстр и волен, Когда под соболем согрета и свежа, Она вам руку жмет, пылая и дрожа, О зимних праздниках прекрасные тревоги, Но надо знать и честь, полгода снег да снег». Ведь это, наконец, и жителю биологии Медведев надо есть. Друзья мои, но снег скоро выпадет, Скоро выпадет. И первое, что мы предлагаем, Но, к сожалению, видите, картинка не получается, Мы начнем с того, что традиционно предложим жителям, В основном юным жителям, Хотя могут быть, конечно, и любые возрасты. Тот же Пушкин сказал «Любви все возрасты покорны», Это любовь к досугу и к Гагаринскому району. Ну вот что-то... Да, вот небольшой фильм. Звук погромче нужно? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok На зимнем празднике гагаринца мне поручена роль Деда Морода. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Тут вот, дорогие друзья, я продолжу. Начнем мы свое действие зимнее с того, Что организуем конкурс «Наряд для елки». В нем могут участвовать не только ребятишки, Которые учатся в старой школе, Но и те, кто захочет принять в этом конкурсе участие. То есть, нужно быть своими руками сделать елку, Начиная с 12-го числа декабря, Начинается этот конкурс. И я вот здесь оставлю на рояле, Насколько очень люблю фортепиано, Оставлю все наши даты. Наши даты, когда какой конкурс начинается. Так вот, 12-го декабря начинается конкурс «Наряд для елки», Который закончится 19-го декабря тем, Что мы нарядим главную елку гагаринца, Для того, чтобы ребятишки с их родителями И любые другие жители Могли прийти 25-го числа, Ровно в 17 часов, На строители 4, корпус 7, подъезд 2, Для того, чтобы вместе встретить Новый год. Понятно, что там будут выступать коллективы гагаринца, Понятно, что там будут выступать коллективы и взрослые, Понятно, что будет оркестр, игры и подарки. И подарки. Это 25-го числа. А вот 18-го числа мы уже откроем для жителей Выставку старой школы, Выставка картин. На этой выставке картин, помните, как пел кто-то, Сюжет отсутствует один, В котором мы не с тобой что-то творим, Но мы, друзья мои, как раз будем наоборот вместе. Вместе с вами. Эта выставка будет длиться больше месяца, Поэтому я думаю, то, что написали наши дети, И то, что написали наши взрослые, Мы сможем увидеть и оценить. Для самых маленьких на проспекту Вернадского, Дом 9, корпус, не побоюсь, Слово дробь, 10, Будет проходить, естественно, Елка для самых маленьких ребятишек, И поэтому, если у кого-то есть совсем маленькие ребятишки, От трех до четырех лет приводите туда, Здесь тоже будет все указано, Когда это будет проходить. 24 декабря. Вот эта вот большая наша елка, Ну, как я уже хвастался, Вот там в синей телогрейке, Молодой брюнет в очках, Это буду играть эту роль я. Друзья мои, и Новый год, Старый год, таким образом, Медленно перетечет в Новый 2019 год. В 2019 году зимние наши празднества Будут проходить, конечно, Они связаны и с народными гуляниями, И с тем, что будут проходить мероприятия, В частности, конкурс по написанию стихов. Но надо знать и честь, Полгода снег на снег. В этом конкурсе мы предлагаем участвовать Не только детям, но и взрослым. Кроме всего прочего, Я могу сказать, открыть секрет, Что дополнительно будет объявлен Конкурс фотографии на зимние сюжеты. Именно с таким же названием. Друзья мои, ожидается для победителей, Простите, не просто приз, А некоторое денежное премие. Поэтому я предлагаю жителям Поучаствовать в том, Чтобы пополнить аналы наших ресурсов И фото, и стихотворных, поэтических, Но какими-то незабвенными, Я скажу, великолепными новыми произведениями. Конечно, 23 февраля, это тоже наш зимний праздник. Он будет отмечаться в самом концертном зале Гагаринской, Где будут Гагаринец, Где будут, соответственно, читаться стихи. И, друзья мои, Наконец-то, надеюсь, что мы проводим эту зиму Ровно 10 февраля 2019 года. Мы попрощаемся с ней и проводим как можно дальше, Для того, чтобы перейти к другим нашим планам, Весенним, летним, Поскольку у нас с вами много мероприятий, Связанных не только с зимой. Но зиму, я думаю, Что мы все-таки проведем достойно, И я приглашаю всех Ознакомиться с этим планом И поучаствовать, Активно поучаствовать в тех мероприятиях, Которые Гагаринец вместе с администрацией, Естественно, с нашей управой Гагаринским районом, Вместе с Советом депутатов Будет реализовывать в этом году. И, простите, с наступающим Новым годом! Спасибо, что мы все. Лирично все вам положили. Давайте мы тогда Такой же, я думаю, Будет не менее содержательный Родат Андрея Анатольевича Кучина. Пожалуйста. Это заместитель генератор МГУ «Космос», Который также работает На территории нашей Гагаринской. Пожалуйста. Здравствуйте. Наверное, скоро будет у нас тоже что-нибудь. В группе. Сейчас, в общем, сейчас все будет. Что хотел бы сказать. Ну, наше учреждение Работает даже с 2007 года. Вот. И, ну, И оно работает достаточно успешно. В зимний период у нас будет работать порядка 30 групп по разным видам спорта. В 15 направления спортивных. Ну, из 30 групп. До 18 лет у нас группа 65%. А до 18 лет 35%. Из них 10% пенсионеров у нас приходят, занимаются. В МГУ «Космос» бесплатно занимаются у нас таких категорий граждан, как пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, дети из многодетных семей, и дети из числа детей-сирот, оставшихся без включения родителей. Они во всех секциях у нас участвуют. Во всех секциях занимаются бесплатно. Для детей, подростков и взрослого населения в зимний период у нас открыты спортивные залы наши, которые у нас есть 4 зала. Это Ленинский 32. Там у нас в основном проходит... Ну, что у нас там у нас? Да, вот, что-то началось там. У нас в основном там тренажерный зал. С дня граничного посещения можно приходить заниматься как бесплатно, так и платно. Ленинский 41 – это танцевальное направление. Там гимнастика для малышей у нас есть. Ну, и фитнес для взрослых людей тоже есть там. Ленинский 64 – это у нас так называемый борцовский зал. Там все направления борцовские проходят, единоборство. И Ленинский 67 – это у нас авиасубмодельный спорт. Все, что с ним связано, тоже там проходит. Ну, в зимний период у нас порядка 20, наверное, мероприятий будет. А может и больше запланировано, которые будут проходить как и в этих помещениях, так и в открытых площадках района. Ну, вот, в помещениях, например, у нас там будет и волейбол у нас будет проходить там в школе, где мы занимаемся. Взрослые занимаются у нас. И настольный теннис у нас вот здесь, в этом помещении, там, на втором этаже, там, зала. Проходит у нас. И на открытой площадке у нас практически каждый месяц городочный спорт. Вот у нас, соответственно, к Новому году все эти будут у нас замечательные наши мероприятия. И футбол на снегу у нас будет, который будет проходить. У нас каждый год он проходит. Рождественский турнир на Ленинском 39А. Открытая площадка. Дети с удовольствием приходят, играют. И взрослые тоже там занимаются. И что еще? Ну, веселые старты тоже у нас. Зимние старты такие есть. И, скорее всего, в этом году мы будем проводить их на построенном вновь стадионе, который пионерный здесь. Попытайтесь там провести, посмотрим, что получится. Ну, и, собственно, очень... Ну, и хоккей, конечно же, хоккей. Это у нас одно из направлений таких, которые пользуются спросом населения. И на всеми сторонам доме основная база. И, соответственно, там все это будет проходить. Здесь люди приходят заниматься туда. Помимо секции, люди приходят просто играть туда. И мы помогаем в этом. Раздевалками они пользуются, теплыми. В общем, если кто-то хочет, может спокойно этим тоже заниматься. Приходите, наверное, на семь старых дом. Так, что еще? А, ну, соответственно, все те секции, которые у нас работали, вообще работают, они в зимний период функционируют. Никаких перерывов у нас не будет. Это и мини-футбол, и бускетбол, и волейбол, и санго, и настольный теннис, велоспорт, и танцевальное направление все. Все это будет. Если кто-то хочет ознакомиться, можно на сайте ознакомиться. С расписанием наших секций, с нашими мероприятиями, можно просто и на нашем сайте, и, наверное, в газете тоже каждый месяц публикуется. В Ренском проспекте там, в принципе, тоже вся информация есть. Ну, собственно, все. Если кто-то хочет ответить какие-то вопросы, она их, пожалуйста, ответит сюда очень. Что? Космоспорт.ру. Там, собственно, все просто. В любом поисковике забивайте. Космос, спортивные учреждения, Кагалинский район, и все сразу на первом месте. Ну, наверное, да, сейчас все-таки берутся наше жизненное терпение, послушают меня, а потом зададим вопрос сразу по всем темам. Если вы не возражаете, тогда отпустим докладчика. Спасибо. С вашего позволения. Спасибо. Уважаемые жители, давайте мы теперь поговорим. Как-то там, на грядущем, да? Помните, как в фильме «Колиостры», а куда он это вместился, он грядущий. Так вот, коллеги, ну, это, естественно, проект программы, это не утвержденное, это то, что мы планируем обсуждать. Пожалуйста, дальше. Следующий слайд. Первый адрес, который мы хотели бы включить в эту программу, это улица Лавилова, дом 52, корпус 2. Дальше. Там, сейчас вот вы видите текущее состояние этой площадки, оно, да, достаточно, но это прилегающая территория к этой площадке, как раз там, где идет строительство нового жилого дома. В принципе, площадке остался только, значит, забор, покрытие уже не соответствует, поэтому мы предлагаем выполнить работы по плеточному покрутию дорожек, поставить новые лавочки, урны и разведевать площадку на две части, на площадку воркаута, где будут установлены вот соответствующие тренажеры, где можно будет заниматься, вы знаете, там такая достаточно тихая территория, где нет большого количества такого движения людей, и жители, допустим, занимаясь там бегом, могут заходить на площадку, здесь будет мягкое, плеточное покрытие из плит, и вторую часть этой площадки сделать для стритбола, значит, это не трава, это покрытие, которое мы планируем из каучука, специальное покрытие, которое, оно профессиональное, которое можно в том числе использовать и на улице, потому что сейчас, ну, баскетбол переходит в такую вот стритбольную фазу, пользуется успехом у молодежи, и вот это вот оборудование установлено, это тоже будут достаточно профессиональные стойкие баскетбольные со всеми размерами, которые должны соответствовать стритболу, и эта площадка будет, получится у нас многофункциональная, вот, и я думаю, она так будет, как и вот центром протяжения, в том числе, для жителей района, ну, я думаю, что многие ей воспользуются. Вот, вся остальная территория, ну, кто был там, она фактически, там уже, остальные, это газоны, дороги, стоянки, и забор Губкинского, значит, института, поэтому вот, вот такой кусочек, который мы хотели бы сделать в следующем году дальше. Второе, да, ну, это показаны, значит, элементы, вот, значит, которые будут дальше, вот такие тренажеры, которые мы постарались выбрать, те, значит, тренажеры, которые могут работать и зимой, и, соответственно, вот здесь показано покрытие и стойка. Следующий адрес, это Ломановский проспект, дом 4, корпус 1, значит, что здесь, вот это текущее состояние этой площадки, ну, достаточно, уже, тоже, оно далеко не соответствует тем стандартам и нормативам, поэтому, что мы здесь планируем сделать? Это такой будет комплексный двор, мы предлагаем его сделать полностью, не перезаймируя, там, нормально сложившееся, в общем-то, разделение по зонам и спорта, и отдыха, значит, на месте поля футбольного сделать многофункциональную универсальную спортивную площадку с бортами, там, там будет, значит, и баскетбол, и возможности игры в хоккей, и возможности игры в мини-футбол, ну, вот, вот оно так будет выглядеть, оно 30 на 20 метров, в принципе, у него вмещаются все виды спорта, которые я вам рассказал, далее, это площадка для игры в настольный теннис, мы также хотим ее разместить, естественно, зона отдыха, ее немножко будет побольше благоустроить, детская площадка, тоже из покрытия, из резиновых плит, с элементами, вот этих, лазилок, паутинок, для разновозраста, групп населения, вот так это будет поближе выглядеть, над столами мы предполагаем сделать навесы, для того, чтобы можно было играть в разную погоду, ну, и вот боевая раскраска этой прекрасной площадки, которая может быть использована тоже для всего, и вот такие элементы, это плиты резиновые, значит, лазилки и ходури, и вот такой комплекс игровой, современный, который мы предлагаем там установить в центре, для того, чтобы, ну, разновозрастный, там много переходов, и, соответственно, ну, элементы силового городка, которые также там будут установлены отдельно. Следующий корпус, это 69-й дом, значит, историю вы его все знаете, я вам сейчас немножко напомню, данный дом, не надо, верните обратно, верните, верните слайд, данный дом мы включали в программу этого года, порядка 6 миллионов с лишним выделяли на него, к сожалению, не все было согласовано, только вот эти вот малые формы, которые сейчас установлены, и мы предлагали, когда у депутатов согласовывали, вот в этом месте большой комплекс, который, к сожалению, порядковым должен был стоить где-то 2,5 миллиона рублей, или 2,7 сот, нам депутаты его отклонили, ну, и вот получилось такое, ну, скажем так, резиновое поле, вот, совершенно пустое, ну, и, как бы, мы считаем, что обязательно надо эту тему исправить, и здесь хотим дальше следующий слайд, в следующем году все-таки этот комплекс, ну, он может быть такой игровой городок, мы все-таки посмотрели, какие современные, вот такой городок со скалодромом, с каруселью, с канатной дорогой, его здесь установить, он, все прекрасно влезает, и тогда это будет завершенное благоустройство, и мы все, из этого двора уйдем, мы больше там, года 4-5 появляться там не будем, но то, что сейчас, так сказать, это некий, там, поле для непонятника чего, нас, это беспокоит, мы считаем, что надо этот вопрос избрать. Далее, далее, ну, вот и поближе, это вот такой комплекс, с таким скалодромом, и вот такой полосой препятствий. Далее, это улица Панферова, дом 5, корпус 2, значит, здесь, мы, это пруд, все его прекрасно знаете, ну, в общем, это наше, так сказать, мы хотим попробовать это сделать, опыт реализации такого проекта у нас есть, дальше, но, мне кажется, всегда будет хорошо место, где есть возможность отдохнуть, а это такая неплохая целом отдых, и мы хотели бы в этом году сделать, в следующем году предлагали сделать там фонтан, небольшой островок, и запустить туда «Лебедей». Вот, мне кажется, что это будет хорошим местом отдыха и притяжением жителей Гагаринского района, не только, ну, потому что таких оазисов в Москве, скажем так, очень немного, и тем более в центре не все могут пойти каждый день ходить в зоопарк, ну, а всегда общение с природой позволяет нам настроиться на хороший, нужный ладость. Далее, и дальше, конечно, здесь, ну, нельзя, Панферова, дом 5, корпус 1, дальше, вот, это текущее состояние детской площадки, но сами понимают, что там уже она морально и покрытие устарела, и, конечно, здесь надо заниматься, раз мы придем туда на пруд, поэтому мы хотим сделать здесь покрытие, вот, поставить лавочки, также ее было бы устроить, чтобы она соответствовала, ну, то есть, можно было прийти с детьми, дети могли бы поиграть, взрослые могли бы поотдыхать, вот, мне кажется, это будет достаточно такое хорошее, тихое место, но мы там не планируем каких-то больших малых форм, вот, сделать, сделать такой, такой уголок. Ленинский 60, дробь 2, это следующий адрес, здесь комплексно мы хотим было бы устроить этот двор, вот его текущее состояние, это геопласт, вы знаете, очень было, в свое время популярное покрытие, хотя и сейчас, в общем-то, остается нормальным, там, где вы можете, вы видели, мы его перекладываем, далее, значит, также здесь текущее состояние дорожек тропиночной сети, вот, ну вот, к сожалению, да, при всем, при том, что в Гагаринском районе прекрасные клумбы, вот здесь она, к сожалению, заброшена, поэтому мы также предлагаем здесь сделать несколько зон, это паркур, кто знает, это достаточно интересное сейчас такое спортивное сооружение, это, безусловно, зоны тихого отдыха, это сделать клумбу, соответствующие, так сказать, всем Гагаринским домам, где они эти клумбы делались, это большой комплекс с множеством элементов для разных возрастов, силовой городок, это батуты, которые, пользуются успехом, площадка для настольный теннис, и такая вот новая площадка для грифтонбол, это столы, где футбол таким, играют ногами, ну, новое веяние, так сказать, в России, еще неизведанное, но набирающее обороты, вот, поэтому вот такие элементы мы сейчас покажем, которые, ну, возможны для установки, они обсуждаемы, дальше, это, как раз, столы, это теннисные столы, вот такой небольшой полисадник и плиночное покрытие, дальше, и вот малые формы, которые возможны для заказа, это, конечно, центральная малая форма, с разными переходами, она здесь сечет, поэтому смотрится во дворе достаточно легко, ну, вы знаете, все, что стеклянное, там, пропускает свет, возможно, там, рассматривается, достаточно легко смотрится, также, это и для дома, ну, и вот такие элементы тоже малых, малых форм, то есть, чтобы для того, чтобы и можно было пополосить препятствий, и покататься на кащелях, и, в том числе, побегать вот на такие. Далее, это университетский 9, многострадальный наш дом, вот, за который мы там, боролись, но, к сожалению, не смогли найти понимания, тем не менее, этот дом надо делать, надо делать его комплексно, напомню историю, что, к сожалению, до сих пор так и не получил я никаких проектов, точнее, скажем так, предложений по проектированию двора, вот, прошел уже полгода, поэтому мы самостоятельно здесь, не стараясь что-то перезонировать, сложившийся двор, не требующий серьезных переработок, вот, мы постарались, подумали, так сказать, с ландшафтниками, что можно сделать, вот такие вот детские площадки, тоже новые, новые, малые формы, которые сейчас выходят на рынок, также с покрытиями из плит, вот так они выглядят, это и лазилки для скалодрома, значит, соответственно, типа юлы, утинки, и вот такие вот, такая вот малая форма, с качелями, все эти, естественно, все это на дравом, безопасном покрытии, вот, далее, это, безусловно, там и городок силовой, это полоса препятствий, это элементы благоустройства, также с устройством тихих мест отдыха, и, соответственно, в едином стиле мы предлагаем сделать плавочки, там, и достаточно такие урны, которые вписываются в ландшафт, вписываются в саму идеологию застройки, следующий корпус этого вилла В-46, детская площадка, здесь, вот так она сейчас выглядит, ну, в общем, никак она не выглядит, покрытие, вы сами видите, вообще отсутствует, поэтому мы предлагаем поставить современное, ну, здесь, собственно говоря, вы все знаете это место, покрытие, сделать соответствующее покрытие на детской площадке, установить новые современные малые формы, игровые комплексы, лазалка, безусловно, качели, скамейки, урны, здесь небольшая площадка, но она достаточно будет вот с таким комплексом, мне кажется, очень хорошо смотреться, напомню, что, коллеги, у каждого комплекса есть зона безопасности, и мы, когда подбираем или хотим что-то купить, есть на площадке необходимые зоны безопасности, где человек вылезает сюда, отсюда, отсюда не должен станутся с другими, поэтому каждая форма рисуется в упрямую площадку, имеет свои размеры, здесь, не удивляйтесь. Дальше. Далее, это Ломоносовский, 15, здесь у нас расположен цветник, который, скажем так, тоже подзаброшен, и мы хотим здесь обустроить цветничество, восстановить его и поставить вазоны, для того, чтобы он тоже соответствовал многим-многим хорошим цветникам и по Ленинскому преспекту в тех домах, где они сделаны. Вот такое небольшое благоустройство зоны, вот так мы планируем и выглядеть будет с вазонами и там будет высадка летних, 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 многолетников, ну, здесь можно варьировать в зависимости от необходимости и, так сказать, тех вариантов, которые жители захотят. Значит, дальше. Следующая тема, это, безусловно, нам мы прошлись по району и прекрасные клубы цветочные, которые высаживаются, ухаживают и жители наши ухаживают, но они требуют ремонта, поэтому мы предлагаем вот по этим адресам эти клубы привести в порядок, значит, современить, сделать, ну, где-то, где-то поднять повыше, вот, поэтому я думаю, что тоже будет достаточно полезная работа. это ленинские 68, 52, 40, 43, 39. Вот такие варианты возможны, мы готовы их обсуждать, пожалуйста, здесь нет какого-то, какой-то догмы. 58 делали в этом году, в прошлом году? Это около, нет, около управа мы делали, там, там место, где на фоте. А ваш очередь подошла? Да, наша очередь подошла. Я же, я же отдал газон, я же, как это, газон, где высаживались цветы, летники, я отказался от цветов, но высадили траву, посадили летники в районе. Но клумба, которая при выходе из подъезда, она такая, ну, видовая, мне кажется, ее нужно привести в порядок, и поэтому... Приведем? Ну, вот, спасибо, что вы, как бы, сразу поддерживаете, смотрели мы на них, смотрели, да, мы решили сделать и сразу приведите новое предложение. Так мы для этого и обсуждаем, мы же взяли, по нашему мнению, такие, те клумбы, которые самые видовые, которые, ну, за ними в том числе ухаживают, да, нам же не только важно сделать, нам главное, чтобы еще, ну, был кто-то с хозяйской рукой во дворе. Вот, поэтому вот такие элементы есть, если вы вдруг предложите другие, мы будем очень рады, но на сегодня это как концепт, да, еще раз, можно об этом говорить и обсуждать с каждым двором любую, потому что мы, если нам утвердят и согласуют эти мероприятия, по большому счету, какой материал мы можем здесь, у нас есть люк для того, чтобы сподречь. А убрать лишние клумбы можно в районе, которые не нужны? Давайте, давайте, мы сейчас будем обсуждать, я понимаю, что, я вот уже заканчиваю, да, что там еще, все, все слайды, которые были, это вот, это напомню, коллеги, что у нас два источника финансирования этих программ. это средства социально-экономического развития, предложения, по которым вносит, предложения, по которым готовятся депутатами муниципального собрания, согласовываются с управой района и принимаются депутатами. и вторые средства, это средства социально-экономического развития, которые, значит, предложения, по которым дает управа и которые выносятся на согласование депутатов, они либо согласовывают, либо не согласовывают, вот, значит, наши предложения, но вот такое разделение, да, средства. Непонятно. Еще раз, два источника финансирования этих мероприятий. Первое, это средства социально-экономического развития района. Эти средства выделяются в каждый район города Москвы и эти средства распределяются депутатами, то есть предложения по этим средствам даем не мы, а депутаты. Значит, эти предложения направляются в мой адрес с целью посмотреть возможность реализации этих предложений, согласовываются с нами, то есть мы, может быть, такие варианты, и в этом году это было, что мы не сможем выполнить те предложения, которые нам дают. То есть мы согласовываем то, что возможно для исполнения и пишем обоснованный ответ, если мы не можем это сделать. вторая часть это средства стимулирования района. Эти средства также поступают в район, но по ним другая ситуация. Предложения по ним готовим мы и вносим в совет депутатов для утверждения и депутаты принимают одно из двух решений либо утвердить, либо не утвердить. Так чьи это деньги? Это деньги ваши. Деньги это ваши районы. Они идут, вы знаете, источники это средства от налога на те доходы, которые поступают людям, которые сдают квартиры и средства от платных парковок. Мало немного у нас платных парковок важен. Поэтому вот такое распределение и соответственно такой порядок работы с ним. Много денег? Денег по прошлому году скажу. Средства СССР социально-экономического развития это порядка 7 миллионов. 6,5. Да, 6,5. Средства стимулирования, но еще до конца сумма не определена, но примерно это будет порядка 52 миллионов рублей. Вот такой порядок цифр. То есть всего это порядка 60 миллионов рублей. Поэтому мы сейчас с вами обсуждаем эти предложения, соответственно мы безусловно направим на комиссию депутатов, будем с ними работать. Ну в общем давайте мы начнем вопросы. Можно сразу вопрос не вставать, да? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас то, что вы предложили вот эти планы разработанные управой в рамках одного и второго так сказать стимулирования? нет, мы это значит это не предложение управы, это то, что мы в том числе собирали все лето, вы помните, где-то в конце мая, в начале июня я у себя на фейсбуке в газете мы объявили, что собираем предложение от жителей и кто хотел бы, чтобы двор клуб был устроен. То есть это некая компиляция тех предложений, которые поступили и в том числе нашего видения необходимости заходить в все дворы, которые уже требуют. Это средство только стимулирование. Средство СССР социально-экономического развития мы на сегодня официально довели до депутатов муниципального собрания. Я написал соответствующее письмо. И мы ждем от них предложений по их распределению на какие цели на какие объекты они будут направить. А кто разрабатывал проект? Проекты? Ну да, вот это предложение. Совместно наше с Дубу жилищник творчества. Нет, ну конкретно кто поставил эти мафы? Ну, скажем так, проектов давайте так, проектов как таковых мы не делали, потому что проект подразумевает собой, что его необходимость это в том числе изменения, перезонирования что-то на территории двора. Если территория двора сложившаяся и мы не собираемся делать каких-то серьезных изменений, то тратить 500-700 тысяч на проект просто нет никакого смысла. А кто наполнение делал? наполнение мы выбирали совместно мы это кто? Можно конкретно? Давайте представьте Ульянов Илья Иванович, Лешников Евгений Евгеньевич, Чиписов Александр Николаевич, мои коллеги из ЖКХ Илья Иванович, но мы просто скажем так такую работу провели прошерстили интернет и выставки которые проходят и буклеты которые к нам приходят и постарались выбрать те малые формы которые будут интересны основываясь не просто на своем опыте а ведь самый главный у нас контролер это же не я не АТИ самый главный контролер это потребитель житель ребенок если площадка пользуется успехом там играют дети значит мы все правильно рассчитали значит мы правильно все делаем вот если дети не приходят значит мы с вами как взрослые когда у меня там дети были еще маленькими первое что я делал когда сдавал дворы запускал их и с удовольствием узнавал их мнение если они говорили что нам нравится я понимал что то есть стыд ты же не можешь делать плохо для детей я понимаю что это с наилучшими так сказать пожеланиями а вы вообще представляете граждане для чего нужны детские площадки во дворах в общем ответ по-моему очевиден нет я так поняла что из вот этих ваших проектов что далеко не очевиден дело в том что в наших дворах гулять очень мало где можно с детьми потому что машины проезды потом идут естественно посадки на которые мы детей не пускаем и остаются вот эти самые площадки чем занимаются дети на площадках да они пользуются вот этими мафами они любят качели вот турникеты это непонятно вообще никому ни взрослым ни детям ну турники как вы знаете непонятно совершенно никому а самое интересное что детям нужно на эти площадки пространство бегать они бегают друг за дружкой они бегают с родителями они играют в мячик с мячом количество всяких мафов которые предлагаете настолько насыщает эту площадку что там развернуться нет значит давайте так еще раз мы выверили если нужно мы там готовы вам показать все размеры которые необходимы для свободного пространства вот но еще раз обсуждение сегодняшнее оно для того чтобы вы нам сказали да вот в вашем мы в вашем дворе предложили вот это если вы завтра скажете что нам такой элемент не нужен то нет проблем никаких то есть на сегодня это концепция концепция которая так сказать ну мы постараемся объять всех кто мог бы этим пользоваться кто-то захочет подтянуться на турнике хотя не знаю как давно многие из вас на турнике подтягивались да да никто не подтягивает послушайте вы знаете не знаю давайте мы не будем за всех дворов вот то количество которое мы дали 10 дворовых я понимаю что мы уходим в мелочи вы мне скажите кому можно подойти чтобы вот на бумажных носителях ознакомиться с вашими предложениями жилищник пожалуйста к Ивановичу мы завтра ну выложим это все там на сайт чтобы это можно было посмотреть и там не знаю помедитировать ну и так далее поэтому пожалуйста значит помедитировать можно в жилищнике и в жилищнике в том числе давайте дальше вот вот хорошо хорошо ну сейчас девятый дом ну девятый дом коллеги вот не уйду пока мы сей не обсудимся да пожалуйста пожалуйста не возьмите метрофон я не поняла стимулирование я отвечу вам на этот вопрос он очень простой для понимания моего я думаю что вы вы все прекрасно помните что ваш дом попал значит и площадка которая была внутри дома была голосовалась на портале активных гражданин на чтобы ну поставить все эти малые формы которые были голосованы жителями выбранные мы посчитали это нужно было порядка 7 миллионов рублей так как это я скажу вам даже сколько проголосовало проголосовало порядка трехсот человек именно за те малые формы которые были выбраны мы внесли в совет депутатов вашу вашу площадку благоустройство вашего двора но по причине я цитирую в записях это можно посмотреть неприятие вообще депутатами программы активный гражданин и ваша площадка просто была не согласована вот кроме кроме это было по деньгам стимулирование единственное что было согласовано депутатами это перенос контейнерной площадки не знаю откуда родилась эта изумительная идея вот пожалуйста депутаты согласовали как только мы начали работы вы знаете что произошло внутри дома нет я понимаю только я оказался в глупой ситуации из-за этого потому что первое я разыграл конкурс у меня подрядчик я начинаю работы жители выходят мы с депутатами это не обсуждать как же так коллеги дорогие друзья вы же у вас же решение это же финансовый документ а что мне теперь с подрядчиком делать мне как с ним разрывать контракт и куда он мне говорит Евгений Генчик ты знаешь мне это какая разница я честный пожалуйста вы просили объяснить я уж пространую я уже это поняла походу я теперь хочу выяснить будет ли то же самое следующее давайте мы вот здесь я смотрю два депутата присутствуют пожалуйста я я еще раз как только мы направим депутатов я всем корпусам которые которые вошли я направлю соответствующие письма ну спасибо что вы все неравнодушны и предложу поучаствовать в этих собраниях для того чтобы одну из отстаивать или защищать интерес своего дорога пожалуйста конечно я к этому не имею никакого отношения нет я знаю что вы не имеете я вас скажу я знаю но чтобы знать вот как вы сказали проект не нужен мое личное мнение тоже что он не нужен нашим устоявшимся варень в 60 лет сейчас мы собираем анкетер ну предполагаю посчитаем на данный момент где-то 200 из 700 квартир что это даст вы нам ну сколько-то денег какое-то да что тело смотри сейчас увидишь на видео поход 8 с половиной миллионов с которым вы отклонены депутаты да значит следующим вы отклонены если сейчас проект каким-то способом я так понимаю из всего происходящего что депутаты за проект вот длительный такой а у вас нет у меня нет вы поймите я здесь в полном контакте всегда я вот пошел навстречу всем пожеланиям муниципального собрания когда эти деньги проекты принимали за счет средств социально-экономического развития в том числе был проект по вашему напомню что это решение было принято в апреле-майе текущего года дальше я коллег своих значит обратился к ним с просьбой для того чтобы мне сделать проект я бы уже его сделал вот для того чтобы мне сделать проект я должен понимать что я должен в проекте делать я же не могу сказать проектировщик слушай иди там что-то сделай он не поймет меня я ему должен написать что ты должен сделать не 50 машинных мест а 60 машинных мест перезонировать эту площадку сюда перенести ну то есть написать ему тех заданий которые бы он потом воплотил в картинку согласованную со всеми службами потому что любое перезонирование территории мы можем попасть на кабель, мы можем попасть на сети, мы можем попасть на и так далее. Мне нужно это согласовать, это стоит денег. На сегодняшний момент я, к сожалению, не получил этого согласованного техзадания. Но на исходе года сейчас депутаты начали анкетировать. Но я уже заказать проект не смогу, потому что время на проведение конкурсных процедур на деньги этого года, оно ушло. Оно вот, все, я уже не в этом году, я в следующем. А в следующий год я не могу эти все, простите. В следующий год это решение не действует. Нет, я буду предлагать вам без проекта, мне он для вашей территории не нужен. Если жители при анкетировании решат, что нужен проект, тогда мы пойдем по длинному пути. Сначала я закажу проект, ну сколько я его там буду делать? Полгода. Вот, это будет, ну в лучшем случае, если мы все примем быстро, не будем на каникулах. В июле я приступлю к работе, в может быть. Ну, к ноябрю закончу. Вот, все. У нас в анкете нету этой фразы, за проект или нет. Нет, но есть другая фраза, изменяясь зонами. Ну, уже мы и начали. Да-да, пожалуйста. У нас есть другой вопрос, там, другой вопрос. Вы анкетировки, девушка, не перебивайте. Я так сижу, я так сижу. Вот. Что вы нахожу? Говорите, говорите, чтобы закончить. Микрофон не слышно. Проход слышно? Микрофон. Да, микрофон. А зонирование только? Против или за? Не, вы поймите, вот, я еще раз. Я не вмешиваюсь, боже упаси, в деятельность депутатов. Они принимают решения, их выполняют. Значит, я же, вот, я имею, понимаете, в связи с тем, что я отвечаю за эти деньги и за их правильность использования, то то, что я получу от депутатов, я соответствующим образом должен буду свериться с законодательством. Если то, что вы, там, сейчас на что голосуете соответствует законодательству, я любые проекты сделаю, и коллегам там и сам нарисую, и буду с дочами сидеть. Если эти анкеты будут ни о чем, ну, то есть, что такое, там, зонировать или не зонировать, это какой-то вопрос такой перманентный, да? То есть, должна быть конкретика. Вот вы за то, чтобы мы здесь срезали газон, здесь сделали то-то, здесь сделали то-то. Тогда понятно, а то получится, мне сейчас придет бумага, ну, Евгений Ильич, перезонируй что-то. Я не понимаю, я не мысль о таком категории. Но вот Григорий Леонидович, если бы не стоял, давайте мы ему дадим слово. Григорий Леонидович, пожалуйста, может, вы там. Спасибо. Мне есть. Значит, уважаемые жители, уважаемые сотрудники жилищников, сотрудники управы, я хотел бы сказать несколько слов, потому что сегодня здесь просвучили. Первое. Я бы хотел, конечно же, как можно быстрее получить сегодняшнюю презентацию Евгении Евгеньевича, чтобы передать ее депутатам. Если можно, прямо на электронную почту, может быть, кто-нибудь из управы сегодня пошлет, мы обещаю спать не ляжем, пока все подробно. Григорий Леонидович, мы люди формальные, поэтому завтра в целом без полосы... Завтра, конечно, нет вопросов. Завтра почитаем, завтра спать не ляжем, нет проблем. Вот. Следующий вопрос, который просто вот звучит здесь по порядку. То, что касается Девятого дома. Мы с вами вчера вместе были на собрании жителей Девятого дома у нас, напоминаю, да? И ровно на этом собрании нам с вами вместе одновременно поступила цифра информации о том, что на вчерашний день, только на вчерашний, сегодня цифры больше, уже более 170 анкет жителей Девятого дома собрало это анкетирование. Почти 25%. Скажите, пожалуйста, сегодня прозвучала здесь другая цифра, что на активном гражданине за проектирование Девятого дома было подано 300 голосов. А вы знаете хоть одного жителя Девятого дома, который проголосовал на активном гражданине? Я вот, например, ни одного не знаю, я с удовольствием познакомлюсь хотя бы с парочкой, не говоря о том, что 300, это примерно половина живых людей в этом доме. Там 700 квартир, напоминаю, да? Вот так, примерно где-то вот что-то в этом доме. Так, вот на сегодняшний день ни об одном жителе Девятого дома, кто проголосовал на активном гражданине, депутатам неизвестно. Я с удовольствием с ними познакомлюсь. Я не говорю, что их нет. Охотно верю, что они наверно будут. И еще одно небольшое пожелание, замечание, Евгений Евгеньевич, когда происходит что-то очень важное для жителей, для управы. Управа в состоянии разыграть тендер за два дня. Напоминаю, что когда мы сидели у вас в кабинете, да? И говорили о том, что, ну никак вообще, вот не получается разыграть тендер, да, на ту работу, которую мы обсуждали. А когда мы вышли из вашего кабинета, на следующий день выяснилось, что тендер был разыгран за два дня до этого события, до того, как мы обсуждали это. Поэтому все прекрасно разыгрывается. В начале декабря, я уверяю вас, 9-й дом сможет сдать все свои анкеты, сможет сформулировать все задания, и у вас будет целый декабрь на то, чтобы успеть разыграть этот дом. В 18-м году. Не сомневаюсь, что если будет такое желание, вы сможете это сделать. Спасибо. Горь Ильич, значит, ну вот, чтобы было понятно, я приглашаю вас вместе со мной, когда вы принесете анкеты, сформулируете задания, я вам докладываю процедуру, которая должна быть объявлена. Это 10 дней мы входим в план графика, 10 дней там висит наше объявление. Потом, это небольшие деньги, да, мы порядка 10 дней висим для подачи заявок, потом проходит сам аукцион, после этого 10 дней на заключение контракта, и я насчитал 30. Но я хочу вас просто, вы знаете, мы, конечно, все, что хочешь, можем, но еще проектировщику нужно время проект сделать, согласовать и сдать нам в полном объеме. Поверьте мне, что это еще 3 месяца. Пожалуйста, давайте вот, ну вот сейчас мужчина, а потом... Сейчас, ну, давайте вот, да, да, добрый вечер. Действительно, вопросы по благоустройству всегда волнуют, всегда интересно жителям. Евгений Евгеньевич, скажите, пожалуйста, а мероприятие по благоустройству запланировано на 2018 год? Уже все выполнены или что-то еще в процессе будет? Будьте добры. 17, ну, сейчас это переключится. Ну, фактически мы в стадии завершения. Что осталось у нас по нашим там долгам, мы завершим это. Так, это у нас осталось несколько маф, это Ленинский 45, 71, 79, мы их доставим, и университетские 5. Молодежные 4. Молодежные 4. Абсолютно. Доставим. Вот. Все остальное мы, в общем-то, практически закончили. Там проблем никаких нет, школу закончили, а СМАЧ тоже закончили. Вот. Это посредством стимулирования, посредством социально-экономического развития. Там сложная тема, мы в постоянном контакте с депутатами, какие-то вещи мы там получили, какие-то еще не получили. Ну, в общем, грубо говоря, по СЭРу мы, наверное, там в Новый год, скорее всего, руки друг к другу пожмем. Вот. Ну, тоже надеемся на такую быструю работу. Поэтому мы, в принципе, все так-то, в общем, по-большому завершили. У нас внепрограммные остались вопросы, которые мы делаем. Ну, давайте, ну, вот сейчас вот, ну... Ленинский, 75, друг, здесь. Сейчас, одну секундочку. Ленинский проспект, 75, друг, здесь. Великому сожалению, у вас не удалось присутствовать, прийти к нам в адбор посмотреть нашу площадку. Мы подаем заявление о том, что у нас дворовая территория никак не модернизируется уже порядка на 8-9 лет. Все пришло в негодность. И мы писали письма, и нам в ответ пришло насчет того, что будет включен план 19-го года. Я сейчас просмотрел, этого не увидел. Меня это очень, ну, не отлично, а всех нас очень волнует. Какая судьба нашего дворов? Коллеги, давайте мы сделаем так. Я уже, ну, мы получили много там, здесь, конечно, безусловно, не все заявки, которые вошли, здесь представлен. Ну, мы все-таки, ну, под деньги как бы смотрим. Мы же прошли много дворов, и где-то нам требуется комплексный подход, потому что здесь только малые формы, и, я имею в виду за счет средств стимулирования, малые формы и покрытия. А вне выделения денег по СЭР и стимулирования нам еще бюджет Москвы выделяют на асфальт. Поэтому вот в этих дворах мы еще будем комплексно делать асфальт. То есть в этом году мы ушли от этой мелочевки, да, делаем большими картами, так же будем продолжать и здесь. То есть во всех комплексных дворах мы будем делать еще и асфальтовые работы. Что касается ваших домов, я опять хочу там и с вами не посоветоваться, чтобы вашу поддержку достичь. Мы предложили, предложили, я предложил депутатам создать программу на пять лет, где четко определить, какие дворы за кем ведут. Что всем было понятно. Вот мы входим в этот двор такого-то числа. К сожалению, ну, я не получил поддержки и, я не знаю, готовы к этому, не готовы депутаты пока. Я программу на пять лет, ну, как я ее вижу, я ее сформировал. Вот. Мы сделали и исследование асфальтобетонных покрытий, вообще площадок и сроков, по которым делались площадки. То есть она у меня есть, я могу в принципе ее там выложить, вы можете ее посмотреть. Вот. Но, конечно, пока мне это, ну, нам вместе с моими коллегами-депутатами это не удалось. Возможно, зимой вот мы сядем вместе, они, может быть, к этому вернутся. Вот. Но, еще раз. У нас, если у вас работы комплексного характера, да, то, наверное, лучше, конечно, заявляться там на 20-й год. Если это работы, там, ну, текущего, текущего, текущего характера в плане доставить малые формы, у нас, безусловно, от конкурсов будет экономия. А? Да, я знаю, да. Ну, еще раз, коллеги, я предлагаю вам, вот, мы не тут, давайте вместе мы сделаем все шаги, чтобы в районе Гагаринска работа по благоустройству нашла план. И двор, который мы сделали, вот, почему говорят, там, вот двор, там, 68-10, да, да, мы в него, там, уже пять раз входили, и все, вытянет, не можем. Так давайте мы сделаем программу таким образом, мы вошли во двор, сделали его комплексы, ушли, на пять лет забыли. Да, но при этом сделали и прилегающие территории, и подходы, и, значит, сопряжение дороже. Они размазывали эти деньги, вот, а там, в соответствии с какими-то там конъюнктурными интересами. Можно у нас попросить, чтобы организовать, можно у нас попросить, чтобы организовать встречу, чтобы вы пришли, там, с... Пожалуйста, не вопрос решили. Мы смотрели, мы согласимся, там, жители, чтобы знали, что забота о нашем дворе приявляется, чтобы, ну, с каждым двадцатым, с каждым девятым... Хорошо, давайте договоримся, вы там, или ребят-то, да, пожалуйста. Сейчас относится, всем, ну, всем, да, не уйду, ну, совсем не уйду до конца. Здравствуйте, уважаемые жители, меня зовут Эльмеша Кахметова, ну, я могу сказать, я также депутат Гагаринского района, как и вот мой коллега Григорьев. Значит, я бы хотела некоторые вещи пояснить, вот, и прокомментировать и по поводу благоустройства, которое было в этом году, и по поводу благоустройства, которое нас ожидает в следующем году. Значит, как Евгений Евгеньевич сказал, средства, которые выделяются на благоустройство, это средства из двух источников. Это средства экономического развития и стимулирования. На каждый вот этот вот источник есть свое постановление, которое прописывает определенную процедуру согласования траты этих средств. Значит, вот средства СЭР, на самом деле, помимо благоустройства, еще предполагают четыре назначения, в том числе материальные выплаты незащищенным слоям населения, различного рода ремонты в социальных помещениях. В этом году, например, из этих денег делается ремонт общества инвалидов, это Ломоносовский, 15. Проводился ремонт в Гагаринце, это на улице Строителей, да, сейчас там завершаются работы, будет делаться еще звукоизоляция. То есть, в принципе, вот средства СЭР, их можно и нужно, наверное, тратить не на благоустройство, а на выполнение вот таких вот мероприятий, которые, ну, очень важны, да, но при этом на них вот отдельного финансирования не уделяется. Вот, что касается цифр, я еще раз повторю, в прошлом году, или не в этом году, да, в прошлом году были они выделены, в этом году были потрачены. Это средства экономического развития 6,5 миллионов рублей и порядка 42 миллионов рублей на благоустройство и средства стимулирования. Значит, вот из средств стимулирования, соответственно, в этом году было заявлено более 10 адресов, в некоторых адресах работы прошли более-менее нормально, да, в некоторых, к сожалению, они не хороши, да, потому что есть очень много претензий по поводу качества. И, Евгений Евгеньевич, на самом деле, небольшая претензия к вам, да, что депутатов вы, к сожалению, не привлекали к открытию и приемке работ по благоустройству, что, в общем-то, не соответствует 39-му закону, да, и мы надеемся, что в следующем году вы все-таки нас как-то привлечете. Нет, я же, когда, вы помните, вносил программу, если мы с вами можем поднять запись, я спросил, будет ли решение собрания, какие депутаты будут за какими площадками. Ну, к сожалению, коллеги мои отменили, они приняли это решение, мы с моим коллегой Артемом Лангаровым предлагали распределить депутатов, в общем-то, к сожалению, это решение не было коллегам принято. Вот, я бы хотела сейчас прокомментировать другую ситуацию по поводу, в том числе, проектирования. Значит, в проектировании депутаты приняли 5 адресов. Для жителей, кто не знает, это адреса строителей, дом 4, дом 6, со всеми корпусами, это Вавилова, 46, это Ленинский, 66, и это Университетский, 9. Значит, в этих домах депутаты планируют комплексное благоустройство. Значит, при этом на проект Университетского, 9, выделены средства экономического развития, на остальные 4 адреса выделены деньги и средства стимулирования. Значит, проблема с этими решениями заключается в том, что по процедуре, которая установлена городом, эти деньги не могут быть приняты депутатами в одностороннем порядке, они должны были изначально согласовываться с управой. Соответственно, управа никаких предложений на тему проектирования не делала, поэтому я просто официально информирую жителей, у меня есть письмо из префектуры, о том, что данные решения по проектированию 4 адресов, кроме Университетского, 9, вообще являются незаконными, потому что они приняты депутатами в одностороннем порядке. Что касается адреса Университетского, 9 и даже всех остальных адресов, то также сейчас официально совершенно сообщали, что на момент принятия решения депутатами, это было в апреле, никакого информирования жителей указанных домов не происходило, это, собственно, сами жители подтверждали на собраниях. И поэтому то анкетирование, которое сейчас происходит, это первичное, по сути, информирование жителей о том, что у них происходит вот это вот проектирование. При этом анкеты, о которых жители дома здесь сообщали, они по какой-то непонятной причине не ставят вопрос, а нужно ли вот это проектирование этого двора, а уже ставят вопрос формата, какое нужно проектирование, задаются там конкретные вопросы о перезонировании и так далее. То есть, по сути, получается, что сначала без жителей депутаты приняли решение, а потом они пытаются, значит, как-то так подогнать, да, решение жителей под те уже, собственно говоря, да, мероприятия, которые они сами приняли. Я считаю это некорректно, вот я сама депутат, и я официально обозреваю свою позицию. Комиссия по благоустройству ходила и встречала жителей. Можно я, пожалуйста, закончу, пожалуйста. Вот, значит, это по поводу проектирования с точки зрения правомерности, значит, с точки зрения мероприятий, которые вот проходят, собственно, в районе. Я бы хотела просто тоже, Евгений Евгеньевич, для вас в том числе сообщить, что вот разные, так скажем, мафы, да, разные скамейки, разные покрытия, разные изготовители, вот, которые у нас в районе присутствуют, вот это все не очень способствует общему какому-то виду, такому эстетическому району, потому что наверняка есть какие-то, да, общие представления о том, какие должны быть скамейки. Я даже сегодня показываю здесь вот эти картинки, план скамейок, они просто без спинки. У нас в районе более 50% это люди пенсионного возраста, им просто тяжело на таких скамейках сидеть. Вот, и поэтому я уже давно вам говорю про то, что нужен какой-то общий принцип вот этих вот мафов, хотя бы там, в виде скамеек, урн, да, каких-то там, вазонов, вот этого всего, понимаете, желательно определиться с каким-то стилем и сглупать едино на весь район, в общем, мы так и будем, вообще похоже на колхоз. Вот, теперь... Я с вами вот, извините, перебью. Вы помните наш диалог и спор по поводу Ленинских 66-х и Ленинских Бутатлов с комиссией вместе. Я тогда, если помните, сказал, коллеги, два варианта подхода к этому вопросу. Либо это лавочки и урны, архитектурно вписывающиеся в ансамбль дома, и это дорого. Либо урны — это расходные расходники, то есть, которые мы закупаем, ну, что, урны везде нужны, и ставим. То есть, еще и по поводу единого силия, пожалуйста, мы тут даже никому не навязываем. Почему сказали, что где нужны там турники, коллеги, вопрос введите. Все, вначале мы все обсудили, к сожалению, так быстро идет время, и этот поезд, благоустройство, он, эта площадка, она не нужна зимой, да, и уж хочется к июню сделать, чтобы успели в июле, в августе. А мы вот этими, и все идем дальше. Вот Григорий говорит, там, за два дня. Я не могу за два дня, и хотел бы, и, наверное, и возможно. Поэтому мы говорим, пожалуйста, вы предложите лавочки со спинками? Нет вопросов. Почему здесь без спинок, они просто в одном ансамбле с урнами? Нет таких лавочек? Ну, это, знаете, просто вот, в частности, я вот вижу первый раз эту презентацию, да, просто это первый комментарий. Второй там, именно если вот про презентацию говорить, например, я вот вижу, что очень много различного рода махов с веревками. Это сейчас очень модно, но когда в одном дворе стоят их несколько штук, это, в общем-то, нерационально, детям это не очень интересно, поэтому тоже, возможно, да, разнообразие какое-то нужно. Плюс еще обязательно нужно учитывать, вот, по крайней мере, по двору университетского 9, я там вижу сразу, да, что у вас там, получается, торники и вот эти всякие лазилки, это все для взрослых детей, то есть у нас дети разновозрастные, как и, в общем-то, да, в жизни, вот, поэтому в одном дворе должны быть площадки, там, какие-то уголки для малышей, там, да, и для детей такого младшего возраста, дошкольников, и для детей, возможно, уже младшего школьного возраста, то есть вот эти вот вещи тоже надо учитывать. Вот, что касается... Посмотрите, я вот еще раз, я почему сегодня... Да, вот, что мы тоже все хозяйские взгляды, понятно, что мы, вот, где-то, может быть, более, там, практичные, а вы, ну, у вас есть... Просто вот, я еще что хочу сказать, вот, я услышала, вот, жители, да, выступали, собственно, вот, мы сейчас здесь все пришли, конечно, такой презентации практически ничего нельзя посмотреть, поэтому я вас вот прям призываю, пожалуйста, работайте плотнее с населением, потому что население в Гагаринском районе, в общем-то, очень сильно отличается от населения, на самом деле, окраинных районов, потому что мы достаточно активны. Вот, здесь люди разбираются и в том, что им нужно, да, они могут озвучить свою позицию, вот, и если люди годами пишут и просят, да, благоустроить их двор, я считаю, что на это нужно, конечно, обращать внимание. Вот, я вам просто в качестве идеи, не сочтите это за такой, может быть, наглый совет, я вам предлагаю просто организовать что-то типа, знаете, встречи с жителями дома, вот, у вас есть там сколько-то адресов, да, не знаю, там, 10, 12, вот, вот, просто повесите объявление в этих домах, что в такой-то день, да, вы приглашаете всех жителей этого дома, обсудите их конкретное благоустройство. Все дело в том, что проблема еще одна, с которой в том числе и столкнулись депутаты, заключается в том, что советов домов у нас в районе очень мало, к сожалению, да, поэтому то благоустройство, которое было принято вот на 2018 год, оно во многих дворах оказалось проблемным из-за того, что когда начались работы, выяснилось, что чай-жители просто не в курсе были, да, вот, поэтому понятно, что вы не в состоянии, да, организовать выбор совета домов, но хотя бы привлекать население более активно, чтобы люди могли сказать, что я видел объявление, да, я не мог пойти, это совершенно другая ситуация, чем я и не знала, ко мне вот уже пришли по двору, что-то начали делать. Давайте мы все-таки к вопросу вернемся, а я хочу только одну фразу сказать. Вот любой вариант здесь согласования принимаю, но с одним условием, что мы сначала договоримся с депутатами, что мы эти адреса готовы рассматривать и принимать, и тогда пойдем к людям. Потому что если сейчас я начну заход с одной стороны, а потом я на собрании узнаю, что на самом деле приниматься будут другие адреса, тогда у меня пустая работа. Поэтому я предлагаю, я предлагаю так, спасибо, что вы прямо ночью и кем будете смотреть, я готов так же подключаться, подношайте меня. Не, не, там я вот не на вас смотрю. Поэтому как только мы находим консенсус, вот здесь уже все нас слышат, запись идет, мы сразу идем во дворы и говорим, ребята, вот мы согласны делать двор, вы согласны. Скажите, это вас устраивает или нет? Да, меня это устраивает. Я бы еще последнее, что хотела сказать. Вот уже который раз я пытаюсь своим коллегам, депутатам сообщить, что программа «Активный гражданин», при всей ее такой неоднозначности, она не так и плоха, и возможно не так и плоха, в том числе и для Гагаринского района. Во-первых, по непонятной мне причине депутаты утверждают, что за любой двор может голосовать любой человек. Если бы реально хоть раз попытались воспользоваться программой «Активный гражданин», вы бы, наверное, тогда, может быть, узнали, что, во-первых, уровни, так скажем, доступа, на разные голосования там разные, и за конкретные дворы могут проголосовать только люди, у которых там вводится, вот я не помню, как это называется, такой, знаете, код, который в квитанции за ЖКХ, да, вот он есть. Соответственно, да, я даже вам признаюсь, один из жителей вот в 2018 году попросил меня проголосовать за его дом в поддержку там определенной... Амир, а ты веришь, что университетские здесь 300 человек проголосовало за... Вот, соответственно... А сколько... Можно я просто закончу, хорошо? Через активный гражданин. Это не нежливо, как минимум. Значит, вот я просто хотела сказать, что нельзя проголосовать за другой дом, если вы не знаете этого кода, да, украсть его, но это, в общем-то, я не знаю, как тогда представляется возможным. Вот, соответственно, голосование это позволяет принять решение без общего собрания собственников, вот. Вот, и при этом, я просто хочу привести этот вот официальный пример. У нас в районе есть дом, я здесь просто, к сожалению, сейчас не вижу представителя этого дома, там, председателя Совета дома, это Ленинский 64, который изначально, да, решил, какое благоустройство они хотят в своем дворе. Они заранее встретились с управой, да, сообщили, какие конкретно малоархитектурные формы они хотят. И город, собственно говоря, им предложил для голосования те номинования, которые они хотели в своем дворе видеть. И люди за них конкретно проголосовали. Поэтому, когда было заседание Совета депутатов, помимо этого, адрес Ленинский 64, туда был еще внесен Русецкий 9, и, не помню сейчас еще какой дом, вот, соответственно, депутаты были однозначно настроены против, да, но только благодаря тому, что представители Ленинского 64 там были, они доказали, что они, вот, как бы, хотят, да, свое собственное, вот, это вот благоустройство, свой собственный выбор подтвердить. Я сама лично была в префектуре, и, собственно, они подтверждают то, что то, что они будут вносить в эту программу, то, что будет жителям предлагаться для голосования, ну, им по большому счету все равно, то есть, ну, просто говоря, как бы, им нужно показать, что программа работает, да, и это всем облегчает заботу, работу, потому что, ну, по крайней мере, жители не вынуждены, да, выходить во двор, заполнять какие-то анкеты, они могут с своего мобильного телефона, кто-то не знает, как это работает, да, через приложение, просто проголосовать, пользуясь вот этим своим, вот этим водом для облада жильчайных услуг, вот, соответственно, это просто на самом деле, понимаете, работающая, работающая такая система, вот, и я сейчас вот озвучу про свою позицию, как депутата, значит, безусловно, не все работает хорошо, да, не все, так скажем, можно, там, сейчас принять и сказать, что это лучшее, вот, но мы с вами вынуждены, скажем так, находиться в ситуации, когда нам нужно делать благоустройство и при этом организовывать жителей, потому что жители очень пассивные, вот, мы опубликовывали, да, эти объявления, не посмотрите, здесь даже нет полного зала, вот, поэтому ожидать, что жители одного дома выйдут и проведут общее собрание собственников, ну, это, к сожалению, ну, достаточно наивное ожидание, особенно в текущее время все заняты, поэтому я думаю, что при желании жителей занести в программу активных гражданин, то, что вы хотите проголосовать, вот, это вполне возможно, и если вы потом придете, да, на заседание Совета депутатов и вы увидите там, то же самое предложение, это будет показателем того, что это работает, тем более, вот, один дом у нас в же районе это сделает. Спасибо, спасибо, коллеги. Хорош, да, рекламирую. Вот, Владимир, давайте мы теперь к вопросу перейдем. Вот, Таталья Ивановна, я думаю, там, спокойно. Я имею право говорить все, что я хочу. Верните, пожалуйста, на нас. Я имею право такое предложение, может быть, вам разработать регламент какое-то взаимоотношение с Советом депутатов, потому что в какой форме происходит вот это благоустройство, оно просто вот вызывает, ну, недовольство, возмущение, как бы, и я боюсь, что, может быть, даже деньги не будут использованы в должном образе в конце финансового года. И самое главное, что получается, мы заложники вот этого состава депутатов. Вот это у нас депутаты выбирают форму урны, там, цвет урны, голосуют за это, представляется, мы получаем другие урны, какой другой цвет, а для них это не имеет значения, для них это главное, как бы, проявить свою волю. Как бы, эти люди долго шли к таким должностям или какой-то позиции такой, да, в этом обществе, и теперь они пытаются реализовать свою волю к власти, да, в такой форме определения вида урны по дворам. Вот нам, например, купили в урну, опять не те, никакие мы хотели, никакие депутаты, а совсем другие. И то же самое, мы даже их не получили на весь двор, так сложились обстоятельства, и у нас, как бы, часть новых урна, часть осталась совсем старой. А виноваты депутаты? А виноваты депутатов, что они занимаются в целом в целом, они должны согласовывать то благоустройство, которое выбрали жители, жилищники и управа, и не их дело определять вид урны, какой будет стоять, кого подводить. А кого жилищники? Они должны фиксировать, что работу необходимо выполнить, что урна действительно куплена. Они сами отказались, вот у предыдущего состава был регламент согласования благоустройства. Там было написано, что при определении адресного перечня на каждый двор должен быть определен депутат. И при принятии этого решения, одновременно в этом решении должен быть указан депутат, который будет открывать акты работ, контролировать и закрывать эти акты. И, между прочим, депутаты получают свои 20 тысяч рублей как раз за выполнение переданных полномочиям города муниципальным депутатам. То есть, можно сказать, что в этом году депутаты у нас деньги благополучно получили, но работа свою не выполнена, за которой им платят 20 тысяч. Но они продолжают регулярно руку поднимать, эти деньги получать и делить. А мы остаемся заложниками. И теперь маленький вопрос по поводу угла Альянского с университетского. Там настолько разбито, уже несколько лет я обращаюсь, пытаюсь хотя бы углу, чтобы это сделать. И он был разбит, как бы развален. Давайте так, вы предложите, я уже объяснял, почему там бы эту клумбу не хотелось нам сохранять, потому что она высыхает. Вот. Если вы предложите... Что? Потому что бесполезно сажать деревья, потом привозят палки, бесполезно какие-то клумбы заводить, если нет. Евгений Ильич, в прошлом году у нас там росли цветы. И они как бы были живы. И был они мне уход, потому что я там, может сказать, что полвета поторчала рядом с этой клумбой. В этом году, к сожалению, сложилась ситуация такая, что при мне мне не удалось посадить эти цветы. И я когда уехала, то есть мне цветы не достались в июне месяце, когда был посадок. Правильно, да, вы мне предложите, какой там вариант любой его принял. Что касается, вы знаете, вот регламента, я, значит, не знаю, какой там был у прошлого состава, но Лена Леонидовна в свое время прибегала ко мне, приходила к рефекту. Регламент, регламент, регламент. Я регламент, который мы вместе делали, направил на согласование Совета депутатов в мае этого года. До настоящего времени я обратно связи не получил. Поэтому, ну, вот шар на их стороне, я думаю, что они, ну, вернутся к этому вопросу, и мы все-таки его подпишем. Пожалуйста. Добрый день, дорогие товарищи, друзья. Во-первых, я хочу поздравить Евгения Евгеньевича с передназначением. И, во-вторых, да, это очень хорошо, что мы все сюда, кто приходит, понимаем, что мы болеем за наш район, болеем за то, чтобы было все нормально, а не для того, чтобы здесь нам драться. Значит, у меня два таких вопроса, мне кажется, они будут интересны для всех. Почему? Потому что я не по урнам, не по скамейкам и не по клумбам. А вот по какому вопросу. Ну, первый вопрос такой. В Ломонозовском дом 6, где я живу, примерно в начале года был поднят такой кипер в плане того, что первый подъезд хочет сделать себе подъемник для того, чтобы поднимать инвалидов к лифту. Я сам работаю в архитектурном институте и знаю, что сейчас идет такая мода по поводу людей, которые не имеют возможности передвигаться, им надо ставить вот эти устройства. Но я подумал о том, что у нас таких людей, во-первых, очень много и стоимость вот этих работ достигает трех миллионов. И самое интересное, что в данном случае наш совет депутатов сразу же откликнулся на вот эту просьбу одного человека из нашего дома в первом подъезде, чтобы им это сделать. Не приходя в дом, не посмотрев даже этих инвалидов. Я там живу всю жизнь и ни разу не видел этих колясочников. А вот наши депутаты, уважаемые, они их увидели. Где? Когда? Мало того, были очень умные депутаты, которые задали вопрос человеку, который живет в этом подъезде. А вы сами видели? И ответ был такой. Нет, я не видела. Даже в первом подъезде этого не видели. Другое я вам скажу. Я знал, что этот вопрос поднимался уже три года. И жилищик быстро откликнулся на этот вопрос и сделал пандус. Но учитывая, что там высота 11 ступенек, никакой пандус не поможет. Надо же все-таки понимать, есть ли у вас такая проблема. Ну меняйтесь, елки-палки. Ну покупайте другое жилье. Но дом-то нельзя переделывать. Они поставили вопрос перед управой. И я вот не знаю, управа пошла на поводу в них или нет. Дело в том, что самое главное, что я не сказал, что Совет депутатов сразу выделил им полтора миллиона на эту работу. И порядка тысячи, 120 тысяч на проектные работы. Вот эти деньги, которые можно было использовать на ваши детские площадки, на вашу там помощь и так далее, и так далее. Поэтому надо очень внимательно смотреть, что люди предлагают, что люди хотят. И возможно ли это вообще сделать? Значит, это первый вопрос, о котором я хочу... Можно я короткий комментарий дам? Действительно, мы об этом говорили. Я согласен с выступающим депутатом, что то решение по средствам СЭР, которое было принято, оно не было согласовано с управой, чем было нарушено постановление правительства Москвы о согласовании этих денег. Но, понимая, что все равно, ну как бы, оно, это решение есть, мы в контакте с депутатами попытались какие-то вопросы снять. Все, что касается этого вопроса, я разъяснил сразу, что установкой подъемных платформ занимается департамент капитального ремонта города Москвы. Никакие проекты, сделанные мной, не будут легитимны, потому что это пустое потраченное время, так как у меня нет в этом полномочиях. Единственное, что мы можем сделать, это построить пандус. И, безусловно, безусловно, все, что касается конструктивных элементов здания, это прерогатива таких там серьезных институтов, как МОЖЖИЛНИИ и проект, и так далее, и тому подобное. Здесь мы вмешиваться в это не будем, все, что мы можем, поставить пандус. Мы, безусловно, обратились в департамент социальной защиты с просьбой сказать, действительно ли там есть инвалиды, чтобы, ну, скажем так, не делая проекты, обратиться в департамент капитального ремонта, чтобы туда вышли они, и, ну, возможно, в более там ускоренном порядке сделали проект на платформу и поставили. Нам официально ответили, что в этом подъезде инвалидов, колясочников не проживает. Поэтому, прошу прощения, мы, конечно, пандус сделаем, но все остальное нас просто... Ну, вот такой артит. Это вообще нельзя перестраивать. И второй вопрос всех касается. У нас очень много стадиончиков маленьких и много катков, которые зимой заливаются, все вы знаете. И дети наши, и взрослые катаются на этих катках. На сегодняшний день, вот я не катаюсь на катках, но соседи наши меня просили узнать, кто будет в этом году приводить в порядок вот залив этих катков, чтобы они были нормальные. А не какие-то там, как шуршавая бумага. По ним ездить нельзя, кататься нельзя на этих катках. Вот у меня последний вопрос. Ну, давайте. Очень-очень простой ответ. Все катки, которые официально должны действовать в районе, кроме катка с искусственным домом, все заливаются муниципалитетом. На сегодняшний момент они уже должны были заключить договоры с подрядной организацией. Единственное, что мы предоставляем им точки подключения холодной воды. И наше требование будет к ним одно. Но самое главное, чтобы на этих выводах стояли счетчики, за которые муниципалитет должен платить, так как эта вода из точек подключения домов. Это первое. Второе. За состоянием льда также следит та подрядная организация, которая заливает. Это не просто следит, это должно быть полирать льда, это должно быть, значит, его, ну, сначала привозят снег, потом его начинают утрамбовывать, заливать. То есть формирование самого покрова, оно достаточно трудоемкое. И чтобы сделать хороший лед, ну, должны быть специалисты. Мы, к сожалению, на сегодняшний момент сложилась такая ситуация, что руководитель муниципалитета отстранена пока от работы. И исполняет обязанности, по-моему, начальника отдела кадров, если я не ошибаюсь. Вот. И мы, честно говоря, обеспокоены сейчас ситуацией, при которой работа, та, которую вы говорите, практически парализована. Вот. Но мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией и будем реагировать. Это косполномочия, которые переданы городом. Это не полномочия органов местного самоправления. И, безусловно, мы не допустим, чтобы жители остались без залитых. Евгений Евгеньевич, так можно точно услышать, сколько катков будет залито и по каким адресам? Мы сейчас... Вот это вопрос в первом функции у нас стоит. И мы не услышали этого. А мы сейчас спросим муниципального образования. У нас тут хорошо залит? Да, конечно. Я в своих домах не видел никогда. А вы как в доме жили? Третий, четвертый. Никогда. По молодежным. А в третьем, молодежные три, мы каждый год заливаем там каток. Не знаю, но я жил там чуть раньше, может быть сейчас что-то изменилось. В четвертом, никогда. Вот так случилось, что именно я не видел. Хорошо. На следующей неделе, вот здесь представитель автодора. На следующей неделе все желающие смогут уже покататься на Косыгина, дом 17. Это искусственный. Это искусственный лед. Как только погода нам позволит, мы зальем 17 катков. По адресам я могу... Давайте я скажу адресам. Повески дня. Я в принципе могу тоже сказать. Да, ну это не принципиально. Я могу... 17 будет, а у нас сегодня, в районе всего у нас 35 площадок. Давайте я скажу адресам. Я нашла даже. 40 лет. 40 лет живу и не видел. Но это неправда. Кроме дворца Пионеров. У нас 35 площадок, из них 17 будет залито. Ну адреса хотелось узнать. Адреса. Спасибо. Это время. Вы в принципе можете посмотреть на сайте, в газете. Зачем время, если у нас к адресу. Нет, ну давайте мы... Давайте я просто, Евгений Евгеньевич, я адреса скажу, я нашла. Просто раз уж вопрос был, и у нас все равно тема сегодня была спортивная мероприятия зимняя, я просто озвучу, вот я нашла тут сразу документ, по каким адресам заливаются зимой катки в Гакаринском районе. Значит, проспект Вернадского, дом 9, дробь 10, Ленинский проспект, дом 72, ну там спортивная секция, да, занимается, насколько я знаю, они сами заливают даже. Ленинский проспект 62, Ленинский проспект 68, Ленинский проспект 39, ну там ближе к школе. Ленинский проспект 41, Ленинский проспект 43, Ленинский проспект 52, Ленинский проспект 60, дробь 2, Ленинский проспект 32, Ленинский проспект 34, Ленинский проспект дом 40, дом 44, Молодежная 3, Молодежная 5, Университетский 5 и последний адрес Вавилову 60, дробь 2. Дальше, пожалуйста. Ежегодно мы посылаем, вовремя, как говорится, не позднее сентября месяца заявки на следующий год по благоустройству. Хорошо. Значит, у нас еще до сих пор не выполнено в декабрьской 15-го года решение Совета депутатов. 17-го, 17-го. 12-го, декабря 15-го года. Я не оговорилась. Декабрь 15-го в полном объеме не выполнено решение. Ноябрь 17-го года не выполнено на 100%. Значит, июль, июнь, нет, апрель, кажется, апрель 18-го года сделано безобразное покрытие. 1-го ноября, как говорится, нам, как говорится, втихаря поставили, как говорится, два, значит, мапа из шести на нашей площадке. Вот, все перерыли, как говорится, эти самые мальчиков просила, 15-летних покачаться, проверить уже через две недели после 1-го ноября, 16-го, как говорится, ноября. Столбы качаются. Никто с нами не согласовал наклоны там в этих вот досок для отжимов. Никто не согласовал высоту, значит, турникетов. Никто не согласовал расположение вообще вот на этой спортивной площадке этих даже, пусть хорошо, двух махов. Никто. То есть, как будто совета дома нет. Вы понимаете? Я не знаю. Вы понимаете, что делать? Кому писать? Я вам сейчас отвечу на ваш вопрос. Вы знаете, администрацию президента стыдно. Стыдно. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Он очень, как это, сложный и, с другой стороны, очень простой. Вы даже не сказали, что таких вот по 18-м году я вам крикнула «Молодежная 4». «Молодежная 4» совершенно шла по другому решению муниципального собрания. Я вам сейчас напомню его. Значит, то решение муниципального собрания, которое было в ноябре-декабре прошлого года. Я прошу прощения, я вас выслушаю. Простите. Я прошу прощения. Простите меня. Я прошу прощения. Давайте я сейчас расскажу вам об этой ситуации. Так вот, данные мафы согласовывали депутаты с жителем самостоятельно и самостоятельно определяли цену за их рыночную цену. Мне это решение пришло без согласования, опять, с управой района. Мне оно было принято и мне его прислали. Вот, что приняли, то я и объявил. На, к сожалению, на те цены, которые... А, там финские мафы. Финские мафы. Я прошу прощения, да, вы слышите меня. Финские мафы за такие деньги в Российской Федерации не продаются. Вот. А тот подрядчик, который выиграл и поставил не то, мы у него не приняли эти работы. И мы с ним сейчас судим, все эти мафы демонтируют. Но, еще раз, я объявлял конкурс на эти мафы. Ну, они финские. Мы, естественно, в Российской Федерации должны найти либо аналог, либо уже везенные сюда. На три раза мы объявляли конкурс, три раза у нас не выходил никто за эти цены. И за эти цены никто не выйдет. И я, еще раз, обращаюсь к вам. С нами решение по цене этих маф, я вам говорю абсолютно правду. Неправду. Ну, я ответил. Эти комплексы финские нам предложил Ульянов. Они совет, не совет депутатов. Это будет, значит, просто вот конкретный человек. Понимаете, он предложил. Мы решили, что прекрасно финские комплексы. Зачем, как говорится, на какие-то русские, там, советские купители, раз выделены деньги, крыши на эту сумму. Вы понимаете? Нет, ну раз выделены. Значит, совет депутатов утвердил то, что предложил жилищник. Это по ноябрю 17-го года, где вот все завалено. Вы, кстати говоря, там и качели втачат, как говорится, русские. Я вас умоляю, я вам рассказал правду. Вот другой нет. Я в этом участвовал. Простите, я в этом процессе просто как вот вместе был, вместе с депутатами на муниципальном собрании. Вы понимаете Илью Ивановичу, и он скажет по ноябрю 17-го года. Теперь, по, значит, апрелю 18-го года, это вот все было, как говорится, нормально. И вот где-то там в сентябре или где-то добавили грудья. Хорошо, грудья не надо. Сделайте то, что было, значит, принято. Я еще раз вам могу только еще раз сказать. По таким ценам такие мафы не продаются. Какие мафы? Вы видите, я уже... Эти, кто поставил, мы не примем эти мафы. Простите, я уже не говорю про наябр 17-го, про финские мафы. Я уже про них не говорю. Я говорю, приобрели эти мафы. Поставили эти вот такие вот, как говорится, жопы. Давайте так, вот знают прекрасно депутаты эту тему, и давайте, ну, давайте вместе встречаться. И там нет вообще вопросов. Для меня там проблемы нет. Она очень проста. Вы не знаете. Я знаю прекрасно, знаю. Вам пообещали то, что невозможно выполнить. Прошу прощения. Давайте мы... Давайте, пожалуйста, подробнее вопрос. Можно мне задать вопросы? Сегодня задали уже три вопроса муниципальным депутатам, а я в этом зале единственный депутат, который голосовал за те решения, по которым было задано вопросы. Позвольте мне немножко злоупотребить в вашем внимании. Первый вопрос хотел бы обратить к своей коллеге Эльмире Камиле. Я, безусловно, рад, что такая уникальная информация, как финансовый лицевой счет, является идентификатором на площадке активных гражданин. Это, конечно, очень тяжело подделать. Это невозможно узнать. И ровно до этого момента, пока в Гагаринском районе не существует ни одного бюджетной организации, которая бы могла вдруг узнать финансовый лицевой счет жителей Гагаринского района, я готов верить активному гражданину полностью. Следующий вопрос, который прозвучал. Лев Ефимович, вы сказали, что в вашем доме нет ни одного колясочника. В первом подъезде нет ни одного колясочника. Я постараюсь не наружить 152-й федеральный закон о персональных данных, но сообщу, что в квартире 11 живет 80-летняя женщина, как колясочник. Я знаю ее, я с 80 лет, еще раз, я знаю имя отчества, и я вам сообщу его отдельно дополнительно. Сейчас я выступаю публично и не могу это сделать. В квартире 25 у Владимира Гросса очень хочет пожить его внук Даниил 17 лет, для того, чтобы его мама, с которой он живет в другом месте, могла пойти на работу. Это колясочник. Он не может попасть к деду в этот подъезд, не может переехать, из-за этого мама не может пойти на работу, и семья из-за этого сильно страдает. Следующий, секундочку, значит, еще. Значит, Фетисова, квартира 10, с трудом передвигается по квартире, ее постоянно забирает скорая, для этого скорая использует коляску, которую несет на руках. Кроме того, на тот момент, нет, сама она себя не несет на руках, извините, вот, пока она не научилась нарушать законы физики. Кроме того, нет, мне тяжело без эмоций, извините, было сказано, что там нет ни одного колясочника. Кроме того, в квартире 13 была прописана Ермакова Людмила Федоровна, инвалид второй группы, 80 лет, и на тот момент, когда мы принимали решение о пандусе, а не о платформе, она еще была жива, в августе она умерла. Со временем они умрут все, и ваш дом останется без инвалидов. Правда, там еще дети рождаются, которые тоже хотят пользоваться колясками. Живите с этим. Значит, так, еще раз говорю, мы попросили у них пандус. Вы нам говорите, что там нет ни одного человека. Я назвал вам персональные данные тех людей, которые там живут с колясками. Значит, так, и я немножко сбился. Значит, третий вопрос, Евгений Евгеньевич, значит, по поводу устройства, которое мы будем делать. Или не делать, я надеюсь. Значит, сейчас я закончу, а потом мы обязательно продолжим диалог. Я не перебиваю вас. Я просто хотела по поводу диалога, пожалуйста, по поводу колясочника. Так, уважаемые коллеги, значит, нет, я должен договорить, иметь минимальное уважение к коллеге, я договорю, после этого скажите вы, Ельмира Камильевна, я вас обязательно дослушаю. Так вот, Евгений Евгеньевич, мне очень большая просьба от имени всех депутатов, прежде чем мы приступим к обсуждению благоустройства 2019 года, депутаты обязательно зададут вам и вашим сотрудникам вопрос о судьбе благоустройства 2018 года исключительно по тем адресам, по которым нет никаких противоречий ни между жилищником и управой, ни между депутатами и управой, и с законом и так далее. Скажите, пожалуйста, Ленинский, 45, есть кто-нибудь в зале? Очень жалко. Молодежная, 4. Ага, так. Молодежная, 4. Сейчас, сейчас, одну секундочку, да? Значит, это те адреса, я сейчас назову, да, по которым у нас с вами есть совершенно серьезные вопросы, так, по которым мы по стиму, еще раз говорю, где все согласовано, еще весной никаких абсолютно вопросов не было, да? Университетский, 5, Ленинский, 69, Кубкина, 4. Здравствуйте, да? Кубкина, 4, Косыгина, 5, Строителей, 6, Ломоносовский, 23, Ломоносовский, 14. Я бы хотел, чтобы жители этих домов задали управе вопросы. По вашим домам все согласовано, все разыграно, все законы соблюдены, все контракты заключены. Никаких противоречий между управой депутатами и жилищником нету. У вас все хорошо с благоустроством 18-го года. Слава Ильич, спасибо за ваше эмоциональное выступление. Обязательно ответим на все ваши вопросы. Я думаю, что, как бы, их надо задавать не только... Можно я просто прокомментировать по поводу инвалидов? Вы знаете, мне эта ситуация, на самом деле, вот то, что произошло, она меня крайне возмутила. Значит, в доме Ломоносовский, 6, да, действительно, проживают инвалиды-колясочники, но они проживают, к сожалению, не знаю, к счастью, да, не в первом подъезде. Первый подъезд этого дома, он просто имеет более узкий выход, вот, и там был установлен откидной пандус. На самом деле, я ничего не имею против инвалидов, и тем более, против создания им вот этой безбарьерной среды. Когда депутатами было принято решение о том, что они хотят установить там сначала вот эту платформу, да, потом пандус, вот, и выделяют на это средства экономического развития, я просто из добрых побуждений, в этом не было совершенно никакого подвоха, я сама, как депутат, написала обращение в отдел соцзащиты Гагаринского района, где попросила их рассмотреть возможность проведения тех же самых работ, которые согласовали депутаты, просто из городской программы, потому что глупо тратить средства экономического развития, которые можно потратить на много других, не менее важных вещей, да, если есть городская программа. Так вот, у меня сейчас, прямо передо мной, да, я вот нашла, собственно говоря, сейчас, ответ, да, который сообщил мне официально вот отдел соцзащиты Гагаринского района, в ответ на то, что я попросила эти работы включить, да, в городскую вот эту программу. Значит, они сообщают следующее, отдел, да, ГБУ, Центр соцзащиты населения Ломоносовский филиал Гагаринский не располагает сведениями о проживании инвалидов-колясочников в подъезде один. При проведении обследования, они даже туда поехали, да, были опрошены соседи. Со слов, инвалид-колясочник в данном подъезде не проживает. Ну и дальше они там, соответственно, пишут, что в других подъездах есть там и так далее. То есть, понимаете, вот, опять же, поймите правильно, я ничего не имею против вот таких вот людей, да, которые хотят куда-то переехать, мама там чья-то хочет пойти работать, ну, понимаете, это все манипуляции. Извините, я сама живу в пятиэтажке, у меня нет лифта. Как вы думаете, из этих пятиэтажек, там много вообще пенсионеров, которые, например, с трудом поднимаются по лестнице? Почему бы в нашем районе не пристроить нам лифты, например, к дому? Ну, понимаете, просто я просто закончила свою мысль, да? Я видела это обращение этой одной жительницы, на основании которого было принято это решение. Вот эта жительница собирала подписные листы, там действительно порядка 29 подписей. В этом подписном листе наверху написано, что мы просим расширить нам подъезд. Там ни слова нету, ни про колясочников, ни про кого. То есть, просто жительница пошла, а собрала подписи. Вы хотите расширить подъезд? Потому что расширение подъезда, извините за конкретику, да, она предполагает ремонт входной группы, да, она предполагает там всякое вот это вот облагораживание. Извините, у меня это просто банальное хотелка и банальное благоустройство за счет города. Спасибо. Давайте вопросы, пожалуйста. Вопрос, давайте. Алло, здравствуйте. Значит, у меня, Евгений Евгеньевич, три вопроса. Один вопрос, значит, я увидела, что в стимулировании у нас вопросы по благоустройству дворовых территорий. Да, да, я понимаю. А скажите, пожалуйста, у нас вот много проблем по Ливневке на межквартальных, междворовых территориях. Конкретно... Канализация ливневая есть? Да, ливневая канализация. И после дождя, когда у нас там по колено воды стоит, нефть не это не... И уже мы много лет подаем ежегодно в управу, хотя это не территория придомовой Ломановской, 18, заявку о том, чтобы отремонтировали ливневку между нашим домом и гаражным вот этим строительным кооперативом, потому что там очень плохая ливневка. И там в хорошие дожди настолько поднимается вода, что она уходит, заливает проезд между сквером и нашим домом. Понимаете? И я думаю, мы не одни в таких районах. Я вам обещаю, что я еще не обращусь за своей подписью с просьбой включить эти работы. Ну, первое, обследовать и включить эти работы. Давайте мы это... В протоколе мы это отметим, я вам подключу. Да, я думаю, просто это первый вопрос. Второй. Вот все-таки я присоединяюсь к вопросу Филимона в Ленинске, 75. Я тоже увидела, наверное, это правильно, что комплексное благоустройство дворов включается в стимулирование. Я поддерживаю, в принципе, такое решение. Но мы должны с вами понимать, что у нас есть уже история в районе, и не всегда такой подход к благоустройству дворов был, вот к этому комплексному. И вот, например, в нашем дворе было благоустройство в 2014 году, нам сделали детскую площадку, но на этом комплексное благоустройство... и контейнерную площадку тогда переобшили. На этом комплексное благоустройство в нашем двора было закончено. У нас не были ни урны, ни скамейки, ни парковки, ни бордюры. Ничего этого не было сделано. Мы деликатно, каждый год потихонечку нам, ну, что-то там кусочками делают. И, значит, мы тоже подали своевременно, и в мае заявку подавали, и в сентябре заявку подавали, в надежде, что вот те недоделанные приколы... Ну, тогда не было такого вот комплексного. Такие какие-то работы, которые нужны, которые я вижу, что сейчас в проектах они у вас делаются, что бы в наших дворах тоже делалось. И я бы хотела, я услышала ваш ответ Филимонову, что из экономии по стимулированию возможно будет производить какие-то вот такие работы не в рамках комплексного благоустройства, а в рамках вот таких потребностей в других домах, которые не попадают в это комплексное благоустройство. У меня предложение, чтобы вы сформировали для нас, вот для таких, отдельный реестр, который мы могли бы видеть, когда приблизительно мы можем это ждать. Потому что вот те вопросы, которые мы ставим, ну там, они у нас не такие, не сильно, ну как бы затратные. Но чтобы мы других не отчисняли, тоже сзади, когда у нас... Я прошу, чтобы вот этот вопрос для нас был понятен. Договорились. И последний вопрос, который я бы хотела задать, это по асфальтовым работам. Я тоже услышала, что вы сказали, что асфальтовые работы будут делаться в дворах, где комплексное благоустройство. У нас, значит, я вам скажу, значит, у нас, наверное, в следующий год 22 миллиона, да, на асфальт. Я сказал, что в этих дворах мы обязательно будем делать. Но мы сделаем сколько тысяч квадратных метров? Ну, грубо говоря, то есть в этих дворах, да, и в дворах, где это требуется, тоже будем. Тогда, значит, вы бы тоже подали по асфальту. Ну, вот мы нам в этом году кусок асфальта сделали, мы благодарны, нам хорошо сделали. Но у нас там, как бы, мы увидели красоту и хотим ее продолжить. И подали эту заявку. Разрушения нет критических... Давайте так, давайте так. Заявки подавайте. А, да, я два. Если, если, если... Мы почему стали катать целый двор? Потому что, видя, что, ну, он уже в середине... Обычно в середине самые вот эти разрешения, когда идет сетка вот и так далее, ну, резать картами глупо, да, вот эти заплатки уже надоели. Если там или критичные ситуации есть у вас, мы просто продолжим еще карту сделать. Ну, тогда мы, как вы... Вот мы подали заявку на асфальт, получили ответ, что да, включим. Сейчас я услышала нет. Вот, Илья Иванович... Мы можем четко получить, что нет, ребята, свободные. Нет, так я не могу вам сказать. Давайте мы... Вот, Илья Иванович слышит. Да. Вот, вы с него, я знаю, не слезете с живого. Да. Вот, поэтому он к вам придет, обследует вместе с вами, посмотрит, какой, так сказать, объем бедствия, и мне доложит, мы примем решение. Окей. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, товар. Вопрос такой. С тех пор, как в доме 6, молодежной улице, стали менять двери, из подъезда стали пропадать домофоны. Например, в третьем подъезде домофон вчера в очередной раз исчез в неизвестном управлении. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, почему они пропадают, а когда вы восстановите там домофон? И второй вопрос вытекает из первого. Сейчас двор дома 6, молодежной улицы, напоминает строительную свалку, потому что старые двери и там подобный мусор никто не сплодирует, не убирает. И просьба прекратить это безобразие. Хорошо. Так, где у нас там начальник участка-то? Давай, что там? Почему пропадают домофоны? Домофон не пропадает, их меняет, потому что они не в рабочем состоянии. Когда поставят домофон на новой двери? Это уже третий раз. Идет капитальный ремонт. Нет, нет, неожиданно. В конце ремонта. Идет капитальный ремонт. Поставить... Нет, нет, подождите, коллеги. Стоп, стоп. Неправильно. Значит, домофон – это элемент безопасности дома и отсутствие проникновения в него лиц, которые там не проживают. Поэтому надо вызвать капитальщиков, и если они поставили дверь, тут же ставят домофон. И это правильно. Надо с ними работать. Давайте мы на этой неделе вопрос закроем. Вы знаете, лучше пусть они 10 домофонов сломали, чем погибнет или что-то случится с одним жителем района. Поверьте мне. Никакие железки не стоят нашей с вами безопасности. Пожалуйста. Никто ничего не ломал. Сломанный поставили, он не сказал, не сломали. А, нет, ну это понятно. Вы знаете, уже третий раз куда-то домофон пропадает. За последние, скажем, пять месяцев. Даже за три месяца домофон уже третий раз куда-то пропадает. Это что, у нас новая модель бегающих домофонов? Нет, да, что же. И второй вопрос, это, я сказал, привести в порядок дом. Да, естественно. Сломали строительный мусор, который никто не убирает из владельца. Давайте, 680. Вы можете абсолютно... Да, 680. У меня вопрос такой по поводу благоустройства за 2018 год. Мы, как вы, не досчитались уже во дворе, непонятно, так и не нашли концов ваших скачали, которые внизу... Что скачали? Кто снял, что снял, когда обратно поставят? Подрядчик. Это был подрядчик, не подрядчик. А, все, все. Да, но не делайся вообще. Сделай, да. Мы поставили нам подрядчик, нормальный там... Подвес. Подвес нам надо поменять. Подвес. Я думаю, через неделю мы все это закручиваем. Кухонный нам привезли, наконец-то и поставили. Но выставили мы из тех курт только 6 штук, потому что фурнитуры не хватает. Не хватает шурупов там и так далее. Все разваливается. Кто будет это нам как бы приводить в норм порядок? Я предупреку вам, что-то. Отвертка есть у меня. Руки есть, не переживай. Я, Иванович, обещаю, второй год нам было бы устроить в углу первого подъезда. Ну, плохо мы включили уже сейчас. Мы включили. Клубу вы сказали, что только возле управы. И у первого тоже. Если вопрос будет стоять около управы или у первого, я скажу себе, что около управы пользуй вас. Да, и еще я бы хочу присоединяюсь к просьбе и у вас, да, потому что мы еще не с вами асфальт. Асфальт? А, асфальт. нам обещали... Смотрите, мы... Вот я то, что сейчас сказал по дворам, плюс мы 3 миллиона рублей, если не ошибаюсь, сейчас заложили на всякую мелочевку. это лавочки, урны, вазончики, ну, вот то, что как бы там по заявкам жителей, заборчики и так далее. Поэтому мы их расшифруем, сколько там нам нужно. Вот просто, понимаете, опять возникает вопрос, сейчас куплю не те вазоны, скажут, не те. Какие те? Нет, подождите, вы прекрасно воспользовались идеями, которые, в принципе, мы... Пожалуйста. Ну, видите, со спинкой не устраиваетесь, скажите. И еще вопрос. Вот прекрасно, чудесно, вы переняли наш опыт на вот этих столов теннисных, антивандальных, да? Но вопрос тут, что вот к этому теннисному столу антивандальных мы уже с весны никак не можем, вот нет аваритного запаса. То есть сетку, которая у нас сломает, мы до сих пор тоже не можем понять. Согласен с вами. Вы ее заказали, то ли что? Согласен с вами. Давайте так. В каком процессе... Совершенно правильно вы говорите, что нужен аварийный запас. Но нам бы еще хорошо, чтобы вандалов не было. То есть, как сказать, каждый малый в форме, но я не могу купить под все запчасти. Все-таки мы надеемся на то, что будут относиться бережно. Столы эти не дешевые. Они такие, ну, достаточно дорогие. И мы когда ставим их, конечно, мы надеемся, что они будут играть, не рвать сетку, там, не бросать, не сидеть, не пить на них, ну, прошу прощения, да? За... Мой, я французский. Вот. Поэтому мы, ну, не можем себе позволить, чтобы у нас валялось что-то там без дела. Мы покупаем по мере необходимости. И не забывайте, что... И не забывайте, пожалуйста, я, извините меня, что деньги, которые у нас согласованы, да, они, это стимулирование. У меня же там нет лишних. То есть, я же... Если тогда-то-то-то так, мы идем на депутаты, мы говорим, ребят, мы там 2-3 миллиона на запчасти, вы нам согласуете. Согласуете, я куплю. Подождите, есть средства стимулирования, которые вы в определенный момент куда-то поправляете, да? А есть средства эксплуатации, которые... Нет, таких средств, чтобы купить такие дорогие вещи. Подождите, какие-то расходные материалы, вы лампы заменяете в подъездах, да? Вот, извините, замки, ручки там сломаны, что-то меняется отсюда, куда деньги берутся, но все, кто теннис с нами, да? Долго года ждать теннис, не все. Друзья мои, ну, я же еще раз, меня отказываетесь ее покупать. Просто на сегодняшний момент, то, о чем вы говорите, да, задолженность уважаемых жителей Гагаринского района перед жилищником 120 миллионов, да, рублей. 120 миллионов рублей, это коммуналка. Вот. А деньги на эксплуатацию дворов, ну, там и лампочки, и все, мы же вот берем, они же ниоткуда не надеваются, да? В том числе из этих денег. Вот. И просто поймите, что мы, ну, нам тоже приходится крутиться, это же то, что нам должны, да, мы это не восполнимы. А работа-то мы эти выполним. Поэтому мы будем покупать эти сетки, мы будем покупать. Но получается, что будет пробег по времени, потому что мы не знаем, какая из них где выйдет. Столы купить все одинаковые, ну, наверное, тоже было бы неправильно. Малая форма одинаковая, тоже неправильно. Я не знаю, все, ну, как-то сложившиеся дворы, мне кажется, что в любом, в каждом дворе должны быть мафы, может быть там, ну, какие-то индивидуальные, да, потому что, все, я иду сюда играть, тут идет другой сбор. Вот, поэтому мы будем это делать. Но, если мы только поставили и его сразу сломали, ну, ну, как, ну, у меня нет, такой возможности бегать в магазин. Если двигаются не только домофоны, но и лавки, надо обязательно иметь. Пожалуйста, пожалуйста. И вот, дайте, кстати, у меня следующий вопрос. В сентябре месяце по улице, у вас, как мы, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме, проводились работы. Прошу, они делали, карты небольшие. И, значит, уже вот сейчас ноябрь месяц, и в одном месте, напротив седьмого подъезда, вот эта вот одна карта, не сделана. То есть, там яма. А, то есть, я сказал, Ленинский проспект, больше, сентябре. Да мы то сделаем завтра, не переживайте. Лена, завтра этот вопрос должен быть закрыт. Пожалуйста. Ленинский проспект, В нашем квартале, корпус 3, 4 корпуса, дом 3, 4 корпуса, дом 7, 5 корпусов, и еще плюс, значит, 75 дом к нам приходит. У нас есть территория, которая вообще никогда не, как говорится, не развивалась. Есть одна дорожка, в которой пожилые мужчины и женщины ходят туда-сюда, но они устают там по этой дорожке. Они приходят к моему подъезду, хорошо, что Нина Васильевна поставила напротив лавочки, спасибо ей за это, и они приходят там, походят, приходят к нашему, моему подъезду, посидеть, отдохнуть, побеседовать там. Дальше, значит, и при дом приходят и с 3 дома 4 корпуса, и с нашего 5 корпусов, и с 75 дома приходят тоже люди, с лавочками, с лавочками? Нет, без лавочек приходят. Поэтому Илья Иванович обходит наши дома стороной, поэтому просят жители, чтобы у нас тоже организовали, допустим, там на дороге, дорожка где, хотя бы лавочки там, потом между 7 4 корпусом и 3 4 корпусом большая площадка, где можно поставить и клумбы, и спортивный какой-то инвентарь, чтобы могли так же подтянуться там, что-то сделать немного. Почему никакого обращения Илья Иванович не обращает на наше внимание? Поэтому они просили меня дальше, вот здесь к нашему корпусу приходят пожилые. У нас клумбы, 4 клумбы, которые обрамление уже давным-давно устарело. А у вас есть товарищ, который за нашими домами, я не знаю, как он назвал, напротив села, Александр мне сказали его звать. Он приходил как раз с нашим техником и обошли вот эти клумбы, и он сказал, да, сделаем вам здесь это обрамление, чтобы клумбы нормально смотрелись. Пожалуйста, сделайте это все, Евгений Евгений. Я все, что хотите. У меня как и есть мешочек, я как и не, никуда его там это. Вообще, томат мне понравился, как вы делаете, но у нас ни разу. Я просто, понимаете, в чем дело, я, ну, какую вот концепцию мы примем, такую и сделаем. Я просто против размазывания, как это, для каши, для журавля, то есть лучше, вот, ну, подходов их несколько. Можно сделать везде понемножку и вроде как ничего не заберут. Можно сделать поменьше дворов, но в одной площадке остальные останутся в таком плачевном состоянии. Можно сделать двор комплексно, услышите меня, да, комплексно в центре там квартала, куда будут приходить мамочки с колясками, дети гулять, да, то есть, вот их не так много вариантов, но этот мешочек с деньгами, он достаточно небольшой. А все малые формы, тем более, сейчас так достаточно дорого стоят, материалы все новые, если большие, там лазят, неважно, какие они будут там из сетки или там просто пластик. Вот, поэтому, еще раз, мы сегодня что сделали? Мы посмотрели необходимость благоустройства вот в районе там, где горящие, посмотрели, сколько обращений к нам поступило. Если вдруг мы увидим или там жители какого-то дома скажут, слушай, не надо нам мы в пользу, пожалуйста, но мы все равно поступательно идем. У нас площадок, которые... Ну, если ваш товарищ приходил, у нас смотрел и сказал, сделаем клубы, идти. Да клубы, сделаем и клубы. Ну, а потом, с колесниками, где сидите? Вот тогда. Как где? На лавочках. Какие лавочки? Вот здесь, а, ну, это не у вас клуб, конечно, нормальный. Конечно, четвертым корпусом северным, тревем-северным, и четвертым корпусом дом, и ты. Хорошо, давайте мы посмотрим отдельно, с вами лично там согласуем. Вы же давно, кстати, ко мне что-то не приходили. Евгений Евгеньевич, у меня коротенький вопрос по вашему, касательно молодежи... Я даже прошел, почему вы ко мне три месяца не зависит? Евгений Евгеньевич, у меня вопрос короткий, по-моему, касательно молодежи его клуба Джили Рубин. Я в интернете тут наткнулась на сообщение по поводу сбора денег на стулья для этого клуба. На что, не финансируются данные? Я что-то... День и сбор денег... А, ну, слушай, слушай, да, да, да. А, ну, я не знаю, но там какая-то странная история, я так понимаю, была с Джей Рубином. Решением по стимули... по средствам СССР было принято решение депутатами, чтобы я закупил проектор и какую-то мебель. Какую-то мебель. Нет, вентиляция, вопросов нет. Так вот, я сразу тогда еще вот Григорий Олегович не даст соврать, мы с ним обсуждали этот вопрос, он, кстати говоря, грамотно в этом плане позицию занял, сказал, что действительно нужно посмотреть, можем ли это сделать. Сразу сказал, что основные средства, скорее всего, мы купить-то сможем, передать не сможем, потому что мы разные, у нас по-разному ведется учет в муниципальных, в муниципалитете и в управе района. И, соответственно, так сказать, я это сделать не смог, потому что основные средства я должен принять на баланс, при автобалансе я должен тогда, я не просто, ну, как бы очень сложный процесс, я должен в московом имуществе, в департамент имущества написать бумагу, которая должна согласовать их, чтобы я передал Джерри Рубину, я думаю, что это просто невозможно. Поэтому, а почему там деньги собирают, я не знаю. А финансирование на клуб выделяется в соответствии с нормативом, это клуб муниципальный, вот. Нет? не выделяется вообще ни в прошлом. Это не муниципальный. а почему тогда мы покупаем ему... На самом деле мы предоставляем, администрация предоставляет только площади, и мы платим только коммунальные услуги за них. Предоставляем им помещение и платим. Что касаемо стульев, проектора, мы тоже купить не можем, так как раз в год мы проводим конкурс. И вы сами понимаете, что сейчас одни занимают это помещение, на следующий год могут выиграть какая-нибудь другая автономная некоммерческая организация, и мы не сможем просто... Я думаю, что стулья останутся по-любому. Но мы не можем именно... В общем, корейки, вы там, да, спасибо, что поправили меня. Это помещение выделено под работой с тетьми и подростками по месту жительства. И те, кто там находится, находят Жерри Урбин, находятся под договором социального заказа, то есть они выполняют заказ муниципалитета по проведению соответствующей работы. Вот. Инициатива собрать деньги на стулья, ну, я, пожалуйста, может быть, я не могу ее обсуждать, но мне кажется, что мы давно уже не собирали ничего для таких клубов. Ну, наверное, может, правильно, я знаю. Какие там, 12 стульев? Пожалуйста, вот, спасибо, я не могу подвинуть. Я по поводу безопасности жителей Гагаринского района. Дом 39 по Ленскому проспекту. Многие жители идут через двор метро Ленский проспект Южный выход. Спасибо вам. Вы сделали две лестницы, хорошо оборудовали, но выход со двора прямо к метро услан мраморными ступенями, мраморными черными ступенями, и там, как стемнеет, ничего не видно, и люди падают. Поэтому очень желательно. Хотелось бы вас попросить, чтобы вы организовали там рядом светильник. Стойку со светильником, иначе будет вина. Хорошо, хорошо, мы обязательно включим эту программу. Дайте лучше. А, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, сначала я хотела бы поблагодарить Ленский проспект дом 60-2. Сначала я хотела бы поблагодарить управу и всех за внимание к нашему двору, особенно на 2019 год. Для меня два вопроса крови. Первое, я хочу вернуться к благоустройству и обратить ваше внимание на ту деталь, которая, значит, является частью этого благоустройства, это покрытие. Значит, сейчас у нас во дворе находится пластиковое покрытие, которое в виде заступления весенне-летнего периода при попадании солнечных лучей излучает очень нехороший запах. И детям не нравится играть на этом пластиковом покрытии. Они еще чувствуют себя некомфортно. Поэтому при замене покрытия мне бы хотелось, чтобы задать вопрос, если какой-то санитарный сертификат, о том, чтобы рекомендуется именно на детских территориях, и обратить на это особое внимание. И второй вопрос. Я проживаю в этом доме с 1957 года, и у нас и у нас этой трубы, которая расположена против 8-го собеса, всегда стояли лавочки. Лавочки для взрослых, потому что сейчас лавочки стоят на детских территориях, а, наверное, некоторые люди не хотят, чтобы шумели дети, но хотели посидеть на природе. Поэтому просьба установить лавочки тоже мы будем делать естественно, спасибо. Спасибо большое. Сейчас, вот девушка, сейчас на тренинге. Я хочу задать вопрос. Первый вопрос, когда вы говорили, а второй когда еще будет? На новом сайте. Вашей программе говорили, а вторая программа вы говорили. Вы имеете в виду только тот депутат согласован? А как только они пришли... Спасибо. Спасибо, Татьяна Николаевна, Гаря Александровна, и Ленбайдин, и Закеевна. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Товарищи, что ты у меня... Да, туда, вы идете туда. Спасибо. Это что-то у меня срезы у меня, Евгений Внаги. Ой, я уже прощаюсь, у меня уже вопросов... Какой вас папа звать так же? Чтобы... Извините. Я просто хотела, что поскольку что здесь говоришь, что вспоминается всеми, чтобы нам все же 12 урн дополнительно купили точно такие же, какие нам поставили в первую половину года, да, добавили две такие же лавочки, я хочу сказать, у нас такие удачные лавочки, к нам ходят вообще все посидеть, люди все так довольны, такие красивые, как бы, да, очень вот эта фирма, чтобы, я не знаю, нам очень повезло. Это по поводу лавочек. И все же хотела по поводу асфальта. Нам когда летом послали асфальт, то нам часть двора не хватило. У нас от первого подъезда до шестого не хватило на тротуар асфальт. Да. И у нас первое и восемнадцатый подъезды вот со стороны входив тоже остались без асфальта. Нет, там люди тоже живут. Они, кстати, выходят как бы на улицу и у них вообще не будет устроен выход из подъезда. Вокруг у них там ни клумба как-то нет вообще. У них, понимаете, проходной двор будет. Люди ходят и стоят. Это и около Али, получается, да? Да. Вот и возле Магули, и возле... Международный. Мне вновь там и сестра прогулась. Нет, не со стороны Апки, а со стороны Потива. А, Потива наоборот. То же самое. И там хорошо бы, знаете, мы думали, обсуждали с людьми, чтобы как типа вазончиками такую огородить часть территории, чтобы типа приватность какая-то была. Посадить туда цветочки и было бы очень хорошо и красиво. Давайте мы посмотрим только ее. Мы, в принципе, у вас так хорошо спланировали там то, что у вас в центре двора. Да, но у нас по плану, у нас по плану есть еще в центре двора, где у нас вот эти как бы аллеи образовалась теперь. Между лавочками поставить вазоны. А такие вытянутые формы, закупленные. Вот мы про вазоны я... Нет, мы туда будем сажать цветы, они у нас будут там, у нас уже подобраны, чтобы их сажать. И мы очень просим все же нам купить эти вазоны. Вы знаете, я свое мнение об вазонах высказал. Ну, пожалуйста, спаим вам спокойно. Значит, если, коллеги, спокойно. Значит, мы договорились о чем? Если вы гарантируете, ну, не вы, а вообще, вот кто обращается по вазонам, что вы будете ухаживать за тем, что мы туда высаживаем, пожалуйста. Потому что зачастую получается... Сами посадите. К сожалению, к огромному моему, это наша недоработка, мы сажаем в эти вазоны цветы, в наших дворников не доходят руки с лечкой там их полить. Потом, получается, цветы засыхают, и этот вазон стоит там с этой черной землей, серой землей, и только суховей там по ней, что называется. Поэтому лучше я посажу... У нас такого не было. Еще раз, не про вас. Мы, там, мы Еленский, 70 мы заходили, тоже нам поставьте вагоны, вазоны. Да, поэтому будет, пожалуйста, не проблема. Но с условием, что они не будут стоять пустыми, будут... Вы будете там моих пинать, я буду вам благодарен. Хорошо. И бегонию клубнивую на следующий год, пожалуйста, Илья Иванович, запишите вкладку. Всем, всем. Ну, всем не знаю, а нас... Мы же с вами договорились, что мы будем всем бегонию. Поймите меня. Может быть, Григорий не хочет, 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 гладиолосы посадить во дворе, правильно? Я же не могу за всем. Вы знаете, давайте так, нам рассаду город, да, централизованно. Я еще раз говорю, я даже вот отказался от части рассады по управлению, отдайте, Боже упаси. И все-таки, я думаю, что советуюсь с вами, но... Евгений, нам ходил весь район летом, смотрел на эту бегонию. Мы туда еще свои цветы посадили, но это было очень замечательно. И они у нас были до 15 октября, пока у нас там воришки появились, как бы... Все, всю рассаду мы отдадим к вам. Ну, не вам лично, а у жителей. Не возьму, ни цветочка. Давай, девушка, хотелось. Здравствуйте, это Ленинский, 75-9. Вы знаете, действительно, двор требует благоустройства, и вот хотели бы поблагодарить от жителей дома частично на этой неделе кое-что было произведено. Страшные такие металлические конструкции, ужасные, будки мы называли, убранные, но вот у нас в этих конструкциях жили люди, охранники. Открывали, закрывали шлагбаум, вот, соответственно, будки, к счастью, разобрали, все увезли, а охранники теперь переселились в пристройку, которая есть у четвертого подъезда выше указанного дома. Соответственно, несколько вопросов. Мы же там вас снесли вот это вот. Нет, пристройку к подъезду не снесли. И вот хочется узнать, законно ли это вообще пристройка? Абсолютно. Законно ли проживание человека в этой пристройке? Нет, незаконно, спасибо, мы слышим, мы заместитель, мы с ОВД туда пройдем. Значит, сразу скажу, что никаких вообще проживаний в подвалах жилых домов, если вы увидите, пожалуйста, вы нам сообщайте, не должно быть и никаких будках там, никаких. Во-первых, ну что значит там охранники, охранники чего? Тоже хорошая вопрос. Да, я прошу прощения, значит, они же, ну, это же, то есть есть у нас официальные места, где там есть какие-то охранные, значит, службы, где есть заключенные договора, это сотрудники ЧОПов, это, то есть, сертифицированные там с лицензиями, там есть оружие, кто это имеет право, пожалуйста. Вот, занимается этим ОВД, ЮЗАУ, по Гагаринскому району. Со всеми ЧОПами, со всеми ЧОПами, которые работают на территории, они взаимодействуют, знают там всех, вот это, тем более, что многие, кто работают еще, бывшие сотрудники полиции, милиции и так далее. Вот, если вам такие факты известны, нам сообщайте, мы тоже передаем. Просьба взять, да, на контроль вот эти вопросы. Девушка не очень информирована, она эмоционально рассуждает, о том, что мы делаем. Значит, я объясню. У нас, объясню, все объясню конкретно. Значит, объясню. Охранник у нас, не охранник, а у нас сторож, которого мы наняли, для того, чтобы воровать территорию, чтобы мы были, имели порядок, наняли на деньги, деньги людей, которые живут в этом доме. Если этот сторож сидит в булке, вот, не в общем-то, пристройщике, которого законили данные долги, и только следит и наблюдает, когда у него есть возможность как бы погреться хоть немножко, вот так вот, его обязанность ходить по двору и наблюдать. Нет, я еще раз, я не спорю, еще раз, подождите, я же не спорю, что я услышал вопрос, что находится, проживает, это запрещено. Если у вас есть договор, вы же ТСЖ, да? Нет, значит, разговор идет, вот о чем, у нас дворовая территория не принадлежит ТСЖ, ТСЖ занимается только общим имуществом. Сошел правил. Значит, группа, институтная группа автолюбителей наняла охрану в виде сторожа, который ходит и подворачивает. Он сидит у вас на общее имущество, это общее имущество, где он находится? Находится он, он находится в дворе. вопрос еще. Ему доставляется... Нет, нет, давайте я тогда поясню позицию, а мы ее потом проясним. Значит, если он находится на территории, входящей в состав общего имущества дома, то он находится, он там имеет право по согласованию жилью. Решений нет. Нет, я, вот, чтобы была законная сторона. Вот. Если этот человек нанят, опять, что значит жильцами дома? Это частное, частное дело каждого. Я могу иметь частную охрану, это никак не относится к жильцам. Вот. Я могу ее разместить, если я в частном порядке на своей квартире, пожалуйста, там, да, в неживом помещении мне принадлежащем, но никак на, ну, это не должно мешать жителям. Ну, согласитесь с вами. Поэтому, раз это частное, не, я думаю, что это вы, на ней, то здесь, конечно, должны быть соблюдены все интересы. Ну, во-первых, кто это, что это, я же не знаю, там, человек непонятный, там, ну, я не знаю, может он хороший, прекрасный, да, но живут люди, у них есть вопрос, они беспокоятся о своей безопасности. И там, где он находится, все соблюдены правила противопожарной безопасности. Нет ли там электроприборов, ничто не загорится. То есть, вы же знаете, о чем я говорю. Поэтому давайте, вопрос позвучал, надо с ним разобраться. чтобы не было так, что у кого-то возникают вопросы по этому поводу. Все-таки, все-таки, если, у нас тоже есть охрана, охрана, ну, там, есть практика, когда нанимаются чопы для патрулирования районов. Такая, ну, сейчас, может, она не, раньше она была. нанимали чоп, но чоп не соглашается находиться на территории без вагончиков. пожалуйста, вы знаете же, есть сейчас, во-первых, система видеонаблюдения, тревожная кнопка, ну, никаких проблем. Да, сидит человек там в своей квартире, выключает телевизор, канал, о, увидел, к машине подошли, нажали тревожную кнопку, приехал наряд. Ну, тоже, тоже вариант, тоже вариант, понимаете? И, уверяю вас, что более, да, я прошу, несите ясность, чтобы там не было вопросов. Спасибо. Да, просто дело в том, что еще пользуются там электричеством в этой пристройке, да, а это на расходы, которые платят жители дома. Здесь надо разобраться, насколько она законная. Если она незаконна, ее просьба снести, потому что... Электричество, которое вы пользуетесь, к счастью, в квартире, идет через ваш электросчетчик, и никто не может его, ну, если не подключиться, незаконно, там, Вот. Но, правильно вы говорите, что пользуется электричеством общим, за которое платит город, да, то есть жители за освещение общего имущества не платят за него. Ну, Владимир Владимирович, я тоже, житель этого же дома, у меня тоже вопрос. Нам установили недавно видеокамеры, то есть, ну, во дворе дом, у нас это и так было, немало. Ихтиктор, как? Сейчас стало больше. В общем, этим самым, у нас вся проводка идет, как бы, на, на фасаде этого дома. То есть, дом у нас был утеплен, вот, никто не жаловался, и хотелось бы проверить тоже законность этих камер. Хорошо. Вот. И вот эти, серверка, ну, вот эти камеры, опять же, стоит в этом подъезде. живем в четвертом подъезде. давайте посмотрим. Во-первых, все, что, сразу скажу вам, да, что, все, что проводится по фасаду дома, должно быть согласовано с управляющей компанией. Вот. И вот это вот, иногда безобразие, которое там, я хожу и вижу, магазин там провел так, повесил так. Не, я сейчас не про ваш дом, я вообще. И все эти, прошу прощения, провода там, сопли, ну, просто обрезать и снимать. Есть соответствующие каналы, кабель, да, это подороже будет для предпринимателей, но они будут проводить их там, где это положено. Они так, как они хотят, там, варки повесить, вообще, там, полная такая, вакханалия, что хочу, то и врачу. Фасад это, общий имущественный дом. Никто не может его использовать без решения врача компании. Пожалуйста. Евгений Евгеньевич, я просто хотел прокомментировать, здесь был вопрос жителей по поводу освещения. Он сейчас открылась в документах, просто нашла, вот эта вот лестница около метро, Ленинский проспект, которая темная, да, там, на самом деле, весь год, кстати, депутатов собирал заявки, которые передавались в управу, потом управу передают в префектуру, потом префектура передает в департамент, в департамент, в департамент, да, потом передает в МОССВИН. Так вот, по этому адресу один, как раз опора одна будет установлена, это Ленинский 39, вот, учитывая, что здесь много жителей, я просто хотела бы сказать, что есть адреса, которые есть в списке установки опор освещения на 2019 год. Давайте я быстро скажу, что просто у нас здесь, может быть, кому-то это будет интересно. Значит, опоры освещения дополнительные будут установлены в 2019 году по адресам, Вавилову 46, Пернадский дом 9, дробь 10, Косыгина 5, Ленинский 32, Ленинский 34, Ленинский 44, Ленинский 61, дробь 1, Ленинский 68, Ленинский 69, Ленинский 71, Ленинский 72, Ломоносовский дом 6, Ломоносовский 14, Фотиевый 3, 60-летие октября, дом 3, дом 5, Ленинский проспект, дом 39, Ленинский 64, дробь 2, и Молодежный 4. Значит, это вот план на 2019 год. Обращаю внимание жителей, что если у вас есть потребность дополнительную опору освещения установить, теперь это получается про 2020 год идет, вы можете отправить эти заявки в Совет депутатов, ну, в интернете есть адрес, вы можете отправить в управу, не в обиду праве, наверное, скажу, что в Совет депутатов было бы правильнее отправлять, потому что есть специальный человек, вот Артем Лангаров, депутат, который весь год занимался этим заявками, то есть он эту всю информацию аккумулирует, и он, собственно, в управу это все передает. И, кстати, Евгений Евгеньевич, ваш заместитель Логинов, он, Артем, уже подтвердил, что все эти адреса в плане я знаю, спасибо, что у меня под рукой. Коллеги, давайте еще несколько вопросов, наверное, будем завершать, да? Пожалуйста. Добрый вечер. Я житель дома 68, Другие, Северский проспект. Хочется вернуться к первому вопросу сегодняшнего заседания, так сказать, про спортивную досугую работу и с различными категориями населения. Я хочу выступить за детей, в основном это за безопасность детей на детских площадках. Ну, первое, я хочу попросить, чтобы все ворота на детских площадках были закреплены, потому что даже сейчас, проходя сюда, я проходил во дворе, ворота не закреплены, то есть любой ребенок может рису на вороте, на вороте, как бы опрокинуться, то есть травма, возможно, всякое. Это первое. Дворято здесь разделим, мы, безусловно, это контролируем, просто большинство площадок, которые спортивные, они вот раз видим дискуссультеты и мы с ними... Ну, я как бы хочу вздуть, потому что в своем дворе, в доме 68, ну, как бы я обращался в ноябре, ну, как бы закрепили, да, ну, видимо, везде надо проконтролировать. Правильно, правильно. Второе. Залив катков, попрошу качественно, обратите внимание на качество в залите, потому что во дворе 68-го дома, ну, и в соседних дворах мы с детьми ходим, катаемся, ну, получается, используем качественно, ну, там, две трети катка можно использовать. Остальное травмоопасно, потому что лед тонок, любое солнышко сразу проталено, наезжаешь, снежок присыпал, наезжаешь, падаешь. Третье. Баскетбольные щиты, вот вы и говорили, то, что будут установлены баскетбольные щиты. Площадка для стритбола просто, и баскетбольные щиты. То есть... Нет, специально обратил внимание, вот, что, вот, тоже концепт, который мы приняли для себя. Есть спортивные площадки в районе, извините, я маленько оступлю. Есть спортивные площадки в районе, которые, там, сделаны, как баскетбольные, примерно, но она никак по размерам под баскетбольную не подходит. То есть, поэтому мы для себя, ну, во всяком случае, пока я буду главой правой, да, мы четко примемся одну теорему, что если мы делаем площадку, баскетбольную, спортивную, волейбольную, она должна соответствовать тем нормативам, которые на них установлены. Если она не соответствует, то не вписывается. Ну, не стоит ее сделать. Почему здесь мы делаем стритбол, да? Там баскетбольная не вписывается, типа, по ширине, да, вписывается только по длине. Поэтому правильно вы обращаете внимание, что, конечно, смысл устанавливать баскетбольный щит, если он не там 3, сколько там, 3,05, или 3, да, и стоит, и так к нему нельзя подойти. Поэтому мы для, чтобы больше вопросов не было, будем делать так. Или не делайте этот щит, если он там просто не вас. Да, потому что, как бы, баскетбольный щит вылетает за пределы, попадает в машину, либо на дорогу. Это вот пример баскетбольного кольца, вот, допустим, между 68-м домом и 14-м поломоносом. Это площадка, ну, вот, кстати, к этой площадке, присмотритесь, потому что там установлен стол теннисный, сварен из листа, да, то есть, тонкий лист, травмоопасно, тоже, кстати, как бы, и старые металлические тренажеры, турники, ну, как бы, может быть, как вам надо заменить, либо программу, там, на ближайшие, если бы только там. Нет, ну, как бы, здесь такая большая площадка, и футбольная площадка, там тоже требует, ну, покрытие на футбольной площадке, тоже требует внимательного, ну, возможно, ремонт скоро. Так, по четвертое, вот, допустим, у нас в 68-м доме, допустим, покрытие, новое покрытие, вот, как вы говорили, да, вот, из квадратиков сделано, да, но, видимо, подложка, да, выравнивающий слой был сделан с низким качеством, потому что вот сейчас, после прохождения дождей, дети побегали, стыки между плитами, да, становятся уже, ну, в некоторых местах даже достигают сантиметров, то есть, дети при активном движении, да, бег, вот, на моих глазах, ну, два человека падало, как бы, без последствий, но уже падали. Но, счастье, это покрытие тем хорошо, что подложка легко ремонтируется, то есть все. Да, да, но вот просто, когда засыпали дорожку, да, покрытие, был, может быть, не песок, а песок с элементом гравия, и поэтому, как бы, вот эта неровность, и вот возникает. Вот, возвращаясь к покрытию, допустим, со стадионом Пионер, да, баскетбольная площадка с стадионом Пионер, ну, баскетбольный и вольтбольный смещенный, ну, вот, как бы, играем с детьми, да, вот уже сейчас идет похрустывание подложки, то есть, видимо, то, что была сделана подложка под, ну, для покрытия, нанесения потом мягкого, зеленого покрытия, сейчас она уже, как бы, ну, в некоторых местах проваливается, и достаточно много мест, вот, то есть, как бы, вот это качество, подготовительное качество, видимо, требует, более, более контроля, да, четкого, потому что вот сейчас этой площадки и года, наверное, нет, ну, может быть, год. Ну, ладно, да, это так вот, полтора. Ну, полтора, наверное, да, то есть, и сейчас уже, вот, играя в баскетбол, да, с детьми, вот, я уже ощущаю это, ну, там уже платки, там ремонт уже был, кстати, да, вот, теперь еще, брусья, турники, да, вот, ну, как бы, брусья и турники должны быть в каждом дворе, я считаю, но на разный уровень, потому что, допустим, я с ребенком, который ходит в первый класс, ну, рост метр тридцать, да, и я там, да, метр там семьдесят девять, мне турник нужен, ему нужен, да, вот, обратите внимание, чтобы устанавливать, ну, для различных возрастов. А если вы заметили, они идут прям одной, три штук, с разными. Вот, как бы, они так идут, да, вот сейчас установлены снова комплексы, в котором высота регулируется, да, но, видимо, как при установке подняли на самую высокую, либо на эту, то есть для ребенка моего возраста, да, вот метр тридцать. Что ты смешное сказал, что ли? Что эти площадки, нужно все-таки, которые вот, с такими спортивными вещами, их все-таки крытыми сделать, потому что... Ну, крытыми не обязательно, ну, зачем, говорите? Знаете, нет, 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 это лишнее. Про покрытие, я согласен, лишние деньги. Но понимаете, в чем дело? Закрыть большую площадь, это может... Ну, вот снег падает, проваливается. Большая площадь под снегом... У нас во дворе это проваливалось, меняли лист, зачем это? Не надо это. Знаете, как бы хотелось бы все дворы по Ленинскому проспекту закрыть каким-то стеклянным куполом, чтобы снег не падал. Я бы самый счастливый был бы на обороне. Это уже манилщина получается. Нет, это уже перебор. В некоторых местах... А что? Перебор. Вот про чистка льдащего на площадках, 17 катков будет залито, про качество заливки, как бы я уже сказал. Ну, вот чистка катков. Ну, понятно, что все катки, это при обилии снега, это почистить все. Но, может быть, предусмотреть, потому что не на всех, не то, что я проходил, видел как бы возможность для проведения механизации, да, вот чистки. То есть, небольшой трактор, кат какой-то, чтобы заехал, это ему 5 минут работы. Это вы имеете в виду шлифовка льда? Нет, не шлифовка. Нет, просто убрать снег, потому что вот кататься на коньках при слое снега, допустим, к 7... Вопросов нет. Еще раз, в муниципалитете есть над средствами. но я как бы... Но я просто считаю, что 17 катков, ну, давайте будем откровенны, они идеальны или не сделаны? Нет, я не думаю проиграть. Я подумал, может быть, их сделать там поменьше, но... Нет, я рос на дикой, на горной реке, как бы, где там никто вообще не чистил, да, вот мы сами чистили, там замерзало, вырос нормально, как бы. Какая температура была вот зимой? Зимой теплее, чем здесь. Ну где? 4-4-4-4. В смысле? Давайте вопрос. Да. То есть здесь, я говорю просто о механизации чистки, просто убрать лишний слой снега, чтобы люди могли кататься. Я не говорю, что это на всех 17 прям надо. Где маленький, как у нас. Для этого должны быть ворота, чтобы трактор заехал, и вообще, где это есть. Вот я и говорю, что при ремонте, либо предусматривать возможность установки таких модернизаций. Нет, ну вот если у нас на университетском сделаем, безусловно, там будут ворота. Да, то есть, как бы, ворота, чтобы средства малой механизации могли проехать, потому что одному творнику такой каток большой, как бы, ну, это... Слушай, раньше помните, мы ходили сами все, почистили? Выходили, да, я выходил, я в этом году выходил со своей машины. Я сам, сам даю, нашел такие. С лопатой выходил, да, но лопата, которая лежит в машине, она маленькая, ширина лопаты, то есть, очень долго, как бы, чистить, у детей пропадает все желание кататься. Хорошо. Все, спасибо. Спасибо. Давайте вот еще вопрос. Давайте, за каждым уже устали. Да, с этим первый вопрос со вторым вопросом. впереди зима. Вы вспомните прошлую зиму. Были аминные снегопадные. Во дворах у нас не убиралось вообще. Вы готовы к этой зиме? Конечно. Каким образом? Ну, ладно. Ну, я не знаю, пространное будет мое выступление. Скажу так, топливом запаски. Мы на сегодняшний момент получили еще несколько единиц техники. Отлично. Вот сейчас вот у нас крайняя закупка. Мы закупаем подрущик. Вот, еще один будет подрущик. Нам добавились площади, поэтому нам добавили и людей. У нас теперь будет механизированный участок по ДХ, по это, что, что касается... дворники не разбегутся, как в той зимой. Дворников просто не было людей. мы будем таким образом выстраивать уборку. Мы до реагентной обработки снег перебрасываем на газоны. Не-не-не-не. До реагентной обработки. На туи, которые дурили? А? На туи, которые посадили? Какие туи? Ну, вы говорите, будем здесь бросать на газоны. У нас после зимы погибли деревья, потому что набросали на них реагенты. Давайте мы либо поймем, что без этого мы не обойдемся, либо просто будем тонуть. Значит, вывести весь снег из дворов нереально. А как же раньше вывозили? Еще раз. Спокойно его раскладывали на газоны. И дворник спокойно его перебрасывал и никаких вопросов. Поэтому все, что можно чистостью, без реагентов мы будем переводить. И это ничем не запрещено. На газоны после обработки мы будем вытаскивать под воду. В том-то и дело, что на газоны бросали землю с проходов, с проездов. На газоны. Теперь нас погибли деревья. будет. Ну, в тренинге не только от этого. Сейчас вот вопрос там не сейчас вот нет снега и земля промерзает. Поверьте, какие-то деревья померзнуты, погибнут. Потому что покров снежный не лежит. А морозец идет. Но погибли как раз деревья, на которые все не набрасывали. Слушайте, ну вот давайте так. Про листья так. Раньше листья, раньше листья, когда падали из деревьев, а все вы помните, на 14-е был октября покров, так вот эти листья не успевали вымерзнуть, как сейчас, да, и укрывались снегом. Они были, ну, как бы свежие, да, то есть этот сок, все, что возможно, вместе стало и водой проходило. На сегодняшний момент, вот то, что я сейчас наблюдаю специально, пойду, все эти листья уже мертвые, они вымерзли, влага из них вымерзла, и они бесполезны абсолютно, абсолютно бесполезны. Перегнули. Они только летают проемом. Нет, они не летают. Они ничего не прилепили. Ну, Если только клей мы не прилепили. Вот, поэтому давайте мы так здесь, давайте вот крайний вопрос перегнули. Естественно. Потому что заливали, затапливали подвалы, и не высушивали. Сейчас вот иногда было в четвертом доме было затопление, и был мороз минус, вам, 15 или 20 градусов 7 января, вам, два года назад. Так его там и не высушили, подвал. Тоже 60-й дом, тоже из подвала втянулась все лето сырость. Тоже звонили, мне говорили так, тайно дворники, что пушки закуплены, на самом деле пушек нет, осушительных. дворники тайно не могут говорить, к ним пушки никак не относятся. Давайте так, мы, вот, чтобы... Затыкали рот в прозвоне в диспетчерскую, чтобы ты об этом не поспалил. Давайте так, дорогие друзья, и дальше проблема с батареей. Есть вопросы, есть вопросы по подвалам, по чердакам и так далее, мы планомерно их снимаем. Вот. На чердаках нужно убирать хотя бы трубу голубей. Значит, более того, литрук, ну, вот, это можно сказать еще. Также на чердаках там очень много мелкоточки, может быть, которые не работают, потому что дома, ну, старые, не приспособлены, кодоватая нету, во-первых, нулевого провода, многие заземляют на батарею. И вот у нас идут, каждый день мы звоним в УВД Гагаринская, нам каждый день хотят то за 30, то за 30, то за 30, что за 30 батареи эти самые, как мэр приказал, от пожара какие-то, да, датчики. Уже все... А, извещайте. Да. Давайте как-то вот этот вопрос, поскольку, опять же, его нужно... Я говорю, идите, подпишите в службе 01, 02 и 03. Они говорят, зачем так много? Потому что сегодня вы один, завтра другой поставили, а завтра весь дом рухнет вместе с лифтом. Не рухнет, поверьте, однозначно. Все равно это нужно через МОЗГАЗ тогда делать, чтобы это было с отзотомно с другими какими-то... Ну, мы немножко все свалили в кучу. Давайте так. Все проблемы, которые... Подводки, ну, как бы коммуникации под эти новые подводки нету. Они неудобно, даже тот же интернет подключить, протянув его из середины подъезда, обвернув все вот эти обходы, ну, современные... Я согласен. Когда строили дома, и ничего интернета не было, и... Давайте не будем ничего выдумывать. Нам главное, чтобы в ваших домах было тепло, светло, и все услуги были отъятны. Я понял. Если батареи на первом этаже, допустим, лопаются, то их просто срезают, не переустанавливая. Давайте. Вы обращаетесь к нам, и, соответственно, будем в этих помещениях. Хорошо. Правильно, я хочу поблагодарить вас за ваше терпение. Спасибо. На следующем декабре. Поздравляю с Новым годом. Посмотрим, как со снегом у нас будет.